Тот раз-то ей все посвятили. Доказательство существования Бога. Это уже тебе не подготовка к окрещению. Это нечто другое. Это сложнее намного. Ну, конечно, или рассказывать человеку, который уже верует и знает диспозицию. Как он? Сидит генерал, подходит к нему, вызывает полковника в подполковниках, садится, одна карта. Так, диспозиция такая. Значит, ваш батальон занимает вот эту высоту, ваш батальон, вот это, вашу, вот это. Он у меня не знает, рассказывайте. Это карта. А я генерал. А я генерал, видишь, погон. А ты полковник. Я полковник? А что это такое полковник? Полковник, это такое административное должностное лицо в армии, которое является выше, чем майор, подполковник. И которое может быть заместителем там-то, там-то, командиром тех-то, тех-то, участвует в выполнении боевых задач и так далее. Вот с ней приходилось нам вот этим заниматься. Рассказывать, что есть слово Божие. Она. Ну и что? Ну и что, что слово Божие? А слово Божие дал Бог. Бог дал, да? Ну, а дал он, не дал. Ты понимаешь, где подготовка к окрещению? Какое окрещение? О чем говорить? А уже мама ее готовит. Хорошо, что она эти вопросы задает. Мама уже, говорит, мама готовится к окрещению и отпуск к себе на лето берет. На какие дни? Я забыла, ну не знаю, с 7 по 12, может с 5 по 12. Ну, оказалось, ровно 12 воскресенья. Ну, праздник прям. То есть можно скоробное будет есть, молочное. Прям повезло с тем, кто будет креститься. А, наверное, с интерната еще кто-то самому приедет? Ну, с интерната, наверное, кто приедет. Ну, когда к весне там начинают уже что-то трепыхаться. В том году-то как трепыхнулись, а там уже такая толпа целая. Не ожидали. Так, ну что-то... Приехали все? Да, практически все. Да, может быть, кто-нибудь один не приехал. А так трепыхнулись много. Ну, что-то я не знаю, кто к крещению готовится. А из них, которые трепыхнулись и приехали, и много кто участвует в общем? Кто в общем не остался? Ну, на занятиях Каргушкин вот, Лемеш остался. Потом Наталья Усатая. Вячеслав. Вячеслав. Елена, это как... Глодыщук. Елена Глодыщук, это Елена, которая с Ливией, как ее на Фе, как я ее называла. Но она тоже с Ливией приехала. У нее муж вообще мусульмания. Круглый. Этот хоть копт какой-то, который гоняет. Наталья. Наталья. Православный. Сатана. Да, Сатана. Ну, что? Мы можем об этом говорить. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, благословите. Господь и Бог наш, благословите занятия по Слову Твоему. Дай, чтобы брат наш Евгений подготовился, Господи. Чтобы он был твердо, мужественно, уверен, Господи, что Ты есть, что Слово Твое живое и действенное. Чтобы он был, Господи, верен Тебе до конца этой земной жизни. Проповедуй Евангелие людям, возвещая истину Твою всюду, везде. И нас, Господи, мудрец, братам, как что наставить. И самим, Господи, также наставить через Слово Твое, вникнуть в заповеди Те святые. Тебе за все та же благослови эту дарю, Господи, дару и рождение слышим и Слово Твоему. Приводи Ровно с нами, оставь и покинь нас. Хвала Тебе за все честь и поклонение, Те, Сын и Твою Буху. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Идете. Так, вот. Я заметил, вот вчера было выступление там, Путина, к законодательному собранию. И там серьезные вопросы такие решаются. Сейчас все общество обсуждает это. Там, вон. Детям с первого по четвертый класс бесплатное питание в школах. Все. Говорит, чтобы было горячее питание. Все, говорит, хватит, говорит, уже это придумывать. Все, все, делаем бесплатное питание. Пускай дети, им надо расти, говорит. А родители еще тоже молодые, пока работают, говорит, не готовят обычно. И жены тоже работают. Давайте, говорит, так сделаем. Ну, неплохо. Серьезные вопросы решаются. Заметил, да? И вообще, вот, гляди, в любой момент самый дурацкий какой-нибудь закон, и все начинают его серьезно решать. Допустим, там, ну, какие-то, ну, любые там, у коммунистов особенно много дурацких законов было. Ликвидировать церковь и так далее. Дурацкие законы. Людей убивать, а все серьезно решают. Сидят, заседают. Так, сколько там в вашем районе, как думаешь, будет. Это же планировать надо все. Коммунисты любили планировать. Наживали людей кусками мыла. И потом звонят просто и говорят, сколько у тебя ящиков там. Ну, там будет, значит, 20 ящиков по 15 кусков мыла. Ну, то есть, 20 машин по 15 человек. Сколько посчитай. 600 человек. 600 мыл отправили. Ну, 300. Ну, это я тебе утрирую, обо всем говорю. Вот так вот. Людей вот так вот обсуждали. А серьезно, на полном серьезе. И кого-то там не досчитались. А в одной машине 14. Как 14? Кинуться там. Ай-яй-яй. Что такое? А за что? Да не за что. Человек просто не так думает, как вы. Ладно, эти законы там у Путина сейчас, у наше правительство принимаются, как бы кажется, серьезные. Ведь эти законы неверующие люди сами придумывают. И делают все серьезно. А почему у нас в церкви все должно быть несерьезно? У нас тоже законы есть. У нас есть каноны церкви. Их 719. К ним как надо серьезно относиться? Это в Царство Небесное. Кто хочет, тот понимает. Кто Бога боится, у кого страх Божий есть, тот понимает. То есть, получается, если мы так будем подходить по серьезности отношения к Слову Божьему, то у нас практически все священники, патриарх, митрополиты, они неверующие просто. Потому что они вообще не серьезно к этому относятся. Крещение? Да, пойдет и так. Попробуй в любой храм прийди и скажи, я хочу троекратно погрузиться. Ну, тебе там скажут, ну и как? А ты, допустим, возьмешь и скажешь, меня крестили 5 лет назад в Никольском соборе, допустим, отец там какой-то даже, ну, скажешь, не скажешь, какой отец. Ну, крестили тебя. Но меня не погрузили троекратно, скажут. Ты что пришел-то, ты крещеный, что тебе еще надо? Батюшка был там, помазал тебе, покрапил там, водички там полил на голову. Коленки помазал, в тазике постоял. Ну, можно и в тазике даже не стоять. Просто побрызгал. Просто побрызгал, да. А ребенка смех один, ой, он утонет. Родители, он утонет, мы глубоко его не будем погрузить. Мы так спинку просто, вот так, польем сверху, самолютиком подержим вот так на головку. А где серьезное соотношение? Одно. Или человек не читает Слово Божие, то есть не знает. Священник не читает Слово Божие и не знает, как крещение правильно происходит. Или ему совершенно, как говорится, до фени, по барабану, все равно, равнодушие. Ну и в том и в другом случае, он, ну не могу же я третий пункт сказать, что они это делают специально, чтобы никто не вошел в Царство Небесное. Наверное, это уже третий пункт больше. Ой-ой-ой, до чего мы с тобой договорились сейчас? Смотри, самое главное, они же всех в это заводят. Крещаем. Так в том-то и дело. Ты понимаешь, ты единственный сейчас, который, ну может быть, 20 лет назад кто-то выучил, кто так хотел. И вот сейчас ты, ты понимаешь, избранничество какое на тебя падает? Хотя у меня мысли такие же были тоже раньше, знаешь, какие, что ребенка, как крестить погружение, может, он загнется. А потом он просто сам себе ответил. Господь послал мысль, что Господь будет там участвовать в этом крещении. Он не даст ему задохнуться в воде. Это же его крещение. Вот это называется вера. У тебя. У тебя, в тебе Господь взрастил веру. Никто не может взрастить ее в нас, только сам Господь. И он тебе ее почему-то дал. Мы вот с братом часто вместе работали с Владимиром. Он сейчас занимается, трудится постоянно. Господь ему дал это. Аминь. Такое служение. И мы с ним постоянно беседовали. Как ты думаешь, почему тебя Господь взбал? Как ты думаешь, почему? И я начинаю, и такие, начинаем вспоминать из своей жизни интересные эпизоды, когда ты поступал совсем не так, как все вокруг поступали. И это все относилось именно к принятию добра и зла. Вот у нас я вспомнил, ну, рассказывал. Все собрались, поймали крысу. Большого крысы тогда поймали. На капканчик. Берем, побежали, побежали. Все вокруг бегут, там, с домов, там, там, нам предупреждают, что крысу казнить будем. Крысу поймали. И я тоже побежал туда. Ну, казнить, да. Я думал, казнить. Ну, да, крыса, это плохо. Ну, сейчас думаю, там, ну, что-то там будут ее там забивать или что. Ну, не знаю, в что я думал. Разбежал, там, парнишка этот вытаскивает этого крыса, живого крыса. Большой такой крыс именно. Мордочка у него, все. Ну, он уже не такой страшный в капкане сидит, забитый. Ну, да, уже там, нога уже там, наверное, какая там. Уже там они его помусолили, там, палкой какой-то побили. Но живой. Ну, и все, он это, держит его, прижал там чем-то. Прижали его, достали из капкана. Потом достают краску, как сейчас, помню, голубого цвета краска. Старая. Еще там пленка такая, ну, старинная эти русские. Так сверху вот такая тяжело открывается. Помнишь их советские? Да, да, да. Вот так отковыряло это все. И взяли, короче, на нее полили, на краску, на крысу. Я говорю, вы что делаете-то? А все стоят, радуются, что-то. Я говорю, вы что делаете? А мы сейчас ее будем сжигать. Сейчас подождем краску, чтобы она сгорела. И я в ужас пришел. Я там начал там толкать их там все, отпустить эту крысу все. Они раз ее подожгли, короче, держат меня. И все вокруг радуются. А у меня прям слезы текут от жалости. Она как запищит, они глаза вот так из орбит выскочили. Я смотрю, у меня как будто, знаешь, это, как будто там родную мать у меня убивают. Мне так жалко было эту крысу. Сейчас вспоминаю до сих пор, Слежа стоит. Просто поймалась, просто ее там один на один забейте, убейте. Да, все это есть, все это есть в этом. Что тебе не нравится, да, ты должен ликвидировать это все. И вот у Чукчи, я был на Колыме, там у них у Чукчи, они называют себя Чукчи, переводится Чукчи. Чукчи, это называется младший брат, перевод у них такой Чукчи, да. А старший брат у них, это медведь, у них старший брат. И убить медведя у них считается страшным их грехом. Если убивать идешь медведя, там бывают медведи, которые шатуны, там, это редко, они же их там не трогают. Если он в спячку влек, они знают, где они спят, их никто не тронет. Они как священные коровы у индусов. Их обойдут, все. Он так не тревожит. Вообще не тревожит. Он не встает. Да, он не встает. А у нас тут же все любители показать себя. Начинают там снимать камеру, видел, там снимали два таких борца. Один 180 килограмм, а другой 160. И пошли с рогатинами, кто медведя пырнет. Ну и пошел первый 180, который. И все, один удар медведя на камеру заснято. Один удар только сделал. Он его хотел ударить, этой рогатиной подставить. А медведь как-то в сторону, и рогатина мимо, и он около него. Далан вознялась по голове, и все. И потом мы его застрелили сразу. Подбежали к тому, он уже мертвый. Все, он ему сразу пол черепушки снес одним ударом медведь. Все, доигрался. А это все, они сами это придумали себе. Они сами вызвали его из биологи. Когда он спал по весне, когда он уже проталит, он еще спит. Не трогайте его. И вот у дикарей такое отношение. Вот ты смотрел там про острова, там этот, такой знаменитый очень, не исследователь, а путешественник, который показывает, как выживать. Как его там? Грейси. Биал Грейс. И вот там он показывает на острове каком-то, и как выжить. И берут палку там, а кокосовый орех пробивают в дырку и палку втыкают, и ждут ночи. Говорят, что сейчас, говорит, еда к нам придет. И несколько делают таких палок, да. И что ты думаешь? Ну, кто знает, никто не знает. И приходит краб, рак, который живет в песке, взорвается в песок, его никто не знает, где он. А ночью он выходит, и кокос этот ест, он ест этот кокос. И он, когда вцепляется в кокос, он его уже не отпускает. И они, когда увидят кокос, вцепились, а палка-то мешает, и он вот так до утра с ним сидит. Ну, Господь нам дал эту еду, понимаешь, какие они. Он сам поймался просто. Ну, он поймался сам и все, его берут, этого краба, ну, и там потом готовят. И берут только определенного размера крабов. А остальных отпускают, палку вытаскивают, отдают ему этот кокос, беги. А что, расти, плоди таких же, как ты. Нам зачем много, нам на сегодня не хватит. А завтра он опять придет, они это знают. Понимаешь, какое отношение у людей? Ну, и у нас так же вот рыбалка, да, раз, мелочь. Отпусти, пускай растет. Ну, по идее, это да, должно так все быть. Ну, только не надо говорить про инститивность. Потому что у него все идет в ход. Ну, там другой разговор, потому что некуда их выпускать. Они и так там уже живут. Их там еще хватит, они вырастут. Их много просто там, масса. Они в маленьком месте очень много. Газ-то так все. Нет, ну, мы сейчас сидим по другому рыбалку, потому что люди там вот есть. Я смотрю вот эти браконьерки. Ну, да. Они же все подряд грибут. И даже потом они выкинут это, понимаешь, не все идет. Они выкинут это. В чем дело. То есть все зависит от тебя самого, понимаешь, чем дело. От совести. Какой ты есть. Да, совесть у тебя какая. От совести. И показывают, и поэтому дикие люди, эти язычники, которые даже Христа не знают. Они выше стоят в культурном развитии, даже в нравственном развитии. Они ближе ко Христу, чем вот эти, которые сейчас здесь ходят они вокруг церквей и так далее. И ничего не знают. И более того, кощунствуют еще. И вот эта серьезность отношения к этому миру, к этому миру серьезность, она не переносится этими людьми на серьезное отношение к Слову Божьему. Почему? Потому что здесь ты должен себя поменять. Ты дорожда какого-то такого состояния. Более того, наши дети, которые у нас верующие, ну, верующие наших братьев и сестер, есть дети. И они крещены с младенчества, еще вот маленькими такими их погрузили. Погрузили троекратно, все. Но сейчас, когда они пришли в этот мир, они к этому миру относятся серьезнее, чем к Слову Божьему, которым они вскормлены как бы с молоком матери. И такая пословица я постоянно этим детям повторяю. И всем людям вокруг, и родителям особенно. Солдатами не рождаются, а я перефразирую и говорю, христианами не рождаются, христианами становятся. Ну, оно как бы немножко не по-евангельски звучит эта пословица, но если мы говорим о рождении свыше, то тогда ты все поймешь. Нельзя рождение свыше вот взять с младенчества и вложить в него. А у нас вот не препятствуйте детям приходить ко мне. И вот мы сейчас препятствуем или не препятствуем детям прийти ко Христу, когда они считают, что они уже верующие все. Мы, видишь, препятствуем тем, что не занимаемся с ними, не распространяем им слово то же самое Божие. То, что, потому что, ну и с этим вроде он как рядом, значит все знает. Не, ну почему у нас занятия есть? Они не остаются на занятиях, их родители не оставляют. И не нам это кажется, а родителям кажется, что они знают, что они там рядом. Сами родители не знают. Вот у нас идут детские занятия, я посмотрел. Маслицем помазывают батюшка там и так далее. Сидят уже девицы, они совсем уже не дети. У нас неправильное отношение уже. С 12 летом уже все. Да, я думаю, дети должны быть до 12-13 лет. Все. А потом дальше переходить в юношеский какой-то возраст. Другие занятия проводить. Не по тропинке детской, которая вот пятилеткам. Ну помнишь, спорты тоже. Скишки там эти. Понишь? Да? До юноши. Ну да, да. И у нас то же самое должно быть. У нас должно быть. Вот Игнатик вообще за то, чтобы детям с самого вообще младшего возраста читать просто Слово Божие. Не какие-то там пересказывать в твоем виде. А вот Христосик, у бумаги и так далее. Не то. То есть читать по-взрослому, по-серьезному. Потом так же будет рассказывать. Да. Чтобы потом было серьезное отношение. Понимаешь, в чем дело? Это перебью сейчас. Мы начали с сыном, он сейчас вот с детской Библии. Детская Библия, она чуть-чуть упрощеннее. Но правда есть, но она чуть-чуть... Ну сын твой, ему 3 года. Что там говоришь? Ну 4. Убрана часть, допустим, про христа, брату. И вот он сам вечером приносит книгу, давай читай. Все, давай. Он уже практически начинает понимать, что происходит. Тебе сейчас есть о чем молиться. Тебе можно просто молиться. Господи, оставь ему такое же рассуждение о тебе, когда он сейчас в 4-летнем возрасте имеет, до конца дни его. Чтобы он к тебе пришел в 14 лет, в 24 года, в 34, в 44, в 54. Ты уже к ней не придешь, ты уже, наверное... А может еще и придешь. А чем Господь стал, будьте как дети. Будьте как дети. А мы-то заморочены. И вот сегодняшний разговор, он прям в тему, что законы Бога намного важнее, чем вот эта жизнь. Вот к этому я и подводил рассказать, что должно быть очень серьезное отношение к Слову Божьему. Намного серьезнее, чем к этой жизни. Ты можешь посмеяться над тем, что ты будешь сегодня есть. Пошутить даже. А я сегодня буду на хлебе и воде. И все. И будь ты на сухарях даже. И на снеге. На снегу на этом. Сосать льдышку. Но, когда ты говоришь о Слове Божьем, будь добр исполнить все. Ну вот сейчас как раз я просто открыл, просто открыл и попал на 31-ю страницу. Прям записал и записал, что там говорится о том, что мы не соблюдаем обещания, давшие при крещении. Да. Мы их не соблюдаем. Мы покрестились все. Об этом нам и мусульмане постоянно напоминают. Вот Игнатий Игнатий говорит об этом. И они постоянно у себя в Коране об этом напоминают своим этим прихожанам. О том, что люди Писания, христиане и иудеи, они тоже Писание от Бога имели. От пророков даже, которые приходили. Они их не соблюли. Они пришли к тому уже, что значит они все испортили. То есть это неправильно. Там не говорится, что испортили. А что им давал Бог свыше Писания, которые вот Писание и Коран считают свыше Писания. И так же давал и христианам, и иудеям. И они не соблюдают. А вы другой народ. То есть сейчас как бы исламиты, это другой. Вы соблюдете это все. И видишь, как они серьезно относятся к этому Писанию. Он вообще ничего не знает, но он точно скажет, у Бога сотоварища нет. То есть как они это поставили? Иисус, нет, нет, он на христе не умер. Ты понимаешь, как они серьезно поставили? А у нас об этом со смехом даже еще святые отцы пишут, когда с иудеем шел христианин, этот послушник. И тот ему сказал, да, Христос он это, вроде как и не мессия, не пророк никакой, не Христос. И тот такой, да, может быть, ответил. Может быть. Это в те времена уже было. А у нас сейчас не просто ответят, может быть. Они вообще посмеются, а что ты со мной об этом говоришь? Я вообще знать его не хочу. И все пришло не просто откуда-нибудь, а от атеизма, а потом коммунизма, марксизма. То есть не просто испохабить, а во-первых, чтобы Христа никто не поминал, а потом чисто сатанинское, чтобы его проклинали. Понимаешь, что дело? До чего дошло все это дело? И оно пришло к нам через коммунистов, и оно никуда не ушло. Оно вот сейчас и в детях, и во внуках, оно все прорастает. Молодых коммунистов сколько? Я думал, что со временем перебрут старики, и процент коммунистов, который голосуется, уменьшится. Того он и растет. Он был сначала там 12%, а сейчас уже до 20% доходит. Там же ребята в Канаде. Понимаешь, что дело? И там не старики уже. Старики молодежи. Там уже молодежь. Они даже не понимают, что происходит. Они не понимают. А зачем? Что это коммунизм? Они. А зачем тебе это надо? Сказали. Ну у нас если братья есть тут в общине, которые... А зачем мне это надо? Самое главное... А чем говорить? А для тех, кто за наши пределами. Я спрашиваю, зачем тебе это надо? Он говорит, мои родители сказали, что мы при коммунизме жили гораздо лучше, чем сейчас. Я говорю, ты знаешь, как там они жили? Нет. А почему ты уверен? Я говорю, возьми, прочитай историю, как они жили. Там, говорю, все, кто верный, всех порастреляли. Всех. И ты есть, и будешь бороться за час. А за час на каком? Слава Боже. В Библию читай. А у тебя крещеные, я спрашиваю, у меня все соседи. У тебя ребенок крещеный? Да. Я говорю, ты крещеный? Да. А зачем крестил? Не знаю. Я у ребенка спрашиваю, кто такой Иисус Христос для тебя? Не знаю. А ты вообще знаешь, что Иисус Христос есть? Нет. Я Библию достаю, которую мы раздаем. Я говорю, наперю тебе. Читай, говорю, и отцу своему говори об этом. Отец. И как только начинаешь разговаривать, я говорю, с ребенком, вот начинаем пояснять, что Иисус Христос пришел спасти. И как только до чему-нибудь доходим, отец сразу говорит. Все, все, пойдем, некогда нам. Время. Взря ты так делаешь. Ну да, потому что сатана вам не дремлет никогда. И он всегда будет только одно. Добиваться того, чтобы Христос не явился спасителем для человека. Спасителем, его спасителем. От как раз того ада, в который сатана всех не затянет вместе с собой. Владимир, ты можешь приостановить? Да. Нажми там кнопку, приостанови, пожалуйста. И вот это серьезная тема, что выручка на отношении Писания. Вот так. Да. И вот теперь нам для того, чтобы продолжить нашу беседу о крещении, нужно об этой серьезности отношения к крещению помнить. И вообще отношения к Слову Божьему, к заповедям его святым. Да. И самое главное, что крещение это не первая стадия, а последняя стадия уже вхождения в Церковь Христа. Становление человека членом тела Христова. Церковь это Христос. Церковь это Христос. Христос, он глава. А мы все его члены. Каждый по отдельности. Вот. И теперь ты представляешь, как это серьезность какая-то. Как ты можешь быть Христом? Ну как? А вот приобщаясь, как хлеб, Господь показывает. Видите хлеб? Хлеб, он единый? Конечно, единый. Мы видим, единый. Он заводит тесто. Вот оно все едино. Но сколько там муки? Вот каждая маленькая песчинка, вот эта мучинка, порошинка, это все один член, один какой-то человек. Ну либо ингредиенты, сейчас сахар уберят. Уже. Да это нет, мы про сахар ничего не говорим. Мы говорим только о пшене. О пшене. Да, только о муке говорим. Все. Мука, ее заводишь, и все, получается единый хлеб. Вот это единый хлеб, единое тело называют. Почему и хлеб именно Господь нам дал хлеб? Он не дал яблоко, мог бы и яблоко дать. Почему он грушу не дал? Он дал с дерева, ну с дерева же дал. На это вот тут еще влияет то, что хлеб это труд человеческий. Вот Господь над нами трудится, взращивает это все. И мы тоже трудимся над тем, что хлеб рос. Потому что хлеб это жизнь. И он говорит, жизнь. Вода живая, хлеб жизни. Понимаешь, какие вопросы идут о жизни. А жизнь в транскрипции Господа к нам, это только вечное существование всего. Он жизнь сотворил, а оно вечно существующее. И все, ничего не уйдет куда-то. Как говорится, там энтропия энергии. То есть одна энергия переходит в другую и так далее. То есть ничего не исчезает в этой жизни. Почему? Потому что Господь так сотворил. Вот у меня, допустим, отец не верит, что личная жизнь есть. Не верит просто. А я не верю, говорит, и все. Все там, умрем просто, все, прах будет и все. Я говорю, мы с мамой воскреснем. И ты воскреснешь. Но ты пойдешь в ад, а мы в рай пойдем. Я думаю, что мама уже, Господь показал ей, где она будет. Потому что она веровала, она тарава все время. Так, а смотри. Слово Божие читала. Вот по этой теме сразу, можно же добавить, да? Что смотри, Бог есть Бог Якова. Авраама, Исаака. То есть Алика уже нету, а Он их Бог. И вот Илья, забранный, который живьем там, он на колеснице. Живой. Вознесся. Куда он вознесся? Значит, есть? Ко Христу. Есть? Ко Христу Господу. Нет, но если бы это для человека сказки. Все, ладно, ради Бога, я сейчас за тебя буду молиться, но у тебя Господь кронит. Но опять же, мы-то умираем, солнце остается. Вот солнце, оно же, кто-то говорит, ну спай, оно заходит. Я говорю, ну никуда не заходит. Оно вокруг земли вот так вот. Оно постоянно горит. Мы здесь от жили каких-то 70-80 лет, да, умерли. А солнце, оно постоянно горит. Оно, можно сказать, вечно. Мы-то не знаем, когда оно пришло, когда оно началось. Мы знаем по Библии, когда оно началось. Но мы не знаем, когда оно закончится, все. Ну, мы по Библии знаем, но и не знаем. Ну, мы вообще... По Библии знаем, что сотворил Господь небо и земля. Сократ, ну, я, говорит, знаю, что ничего не случится. Не знает, когда этот полный день наступит, да, когда суд приедет и когда на суд приедет. Бог только знает. А мы какие-то вот жалкую часть времени существуем здесь, даже секунду, да, не существуем. Ну, вот это время. Человеку это тяжело понять, потому что реальность он воспринимает очень серьезно. Эту жизнь он не принимает как пришелец сюда. Он ее понимает как хозяин. То есть я пришел сюда, я ее беру, я взял в жизнь свою в свои руки, я сам управлюсь, я сам все и так далее. Это серьезный вопрос Булгаков поднимает в мастере Мердене в самом начале. И говорит, неужели человек сам себя управил, когда ему голову отрезало трамвайом? Да. Неужели он сам себя так управил? Сам заходил. Ну, ты хотел бы вот управиться так, что тебе голову отрезали? Нет, конечно. А ведь и так бывает. Глазами хлопают люди, приостановились немножко от ужаса и поняли, это дурак сидит перед ними просто. Его надо психушку побыстрее. В милицию. Все. Потому что они по-другому воспринять не могут это. Они не могут серьезно отнестись к вечности. Потому что для них это непонятно, как вечности. То есть нечто другое. Это духовное состояние. Духовное у нас сейчас, что только не называют. Просто балет сходили. Мы ходили на духовное мероприятие. Какое? На балет. Да, ну типа театр. Театр. Это духовное мероприятие. Хоккей некоторые воспринимают. Футбол. Духовное мероприятие. Развлечение. Зрелище. Зрелище. Первая книга Моисея. Бытие. Первая глава с первого стиха. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидной, пустая тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. И дальше. И сказал Бог. Да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем. А кину ночью и был вечер, и было утро, день один. По этим словам никак нельзя сказать, что мы что-то знаем о том, что это, как это, из чего это и так далее. Чего пытаются добиться ученые. И вот есть такой один ученый, неверующий, вообще неверующий, кощунник даже. Не просто атеист. Богоборец. Это Хоггинс такой. Он помер. Ну, у него такая болезнь была, он засыхал, засыхал, потом он скручивал вот так вот, он даже не говорил. А говорил какой-то там, плечом что-то двигал, и там переводил, переводчик какой-то. Странно даже. Да, его такую программу придумали, да. Его, да, Господь так, он и скручивал сам себя, потому что он Бога. И он, уже будучи при конце жизни, там как раз петицию ученые подписывали против эволюции Дарвина, а он контр-письмо составил, что убрать Библию из школ, отовсюду убрать Библию, и Дарвина, наоборот, провозгласить первым там основателем вот этой теории правильности сотворения, возникновения человека, понимаешь, в чем дело? И подписывали, и он там везде ходатайствовал, будучи уже никакой. Тебе это уже зачем? Тебя со мной убьет уже. Ты все. То, что ты больной или еще какой-нибудь там, не является тем, что ты веруешь в Бога, тем, что ты покаялся, смирился пред Богом. Нет. И говорят, что, говорят, святые отцы, что в аду будут такие существа, людьми тяжело назвать, которые, зная все о себе, зная существование Бога, зная, как он все сотворил, ну там это Господь открывает такие знания, они будут проклинать его, проклинать, что он не дал им жить в своей гордыне вечно, в гордыне, в самости. А, то есть, зная Бога, они и будут его еще и проклинать. Да, они все равно будут его проклинать. Он им не нужен. Вот такие существа будут на земле. То есть, они не смогут стать друзьями Господу. Они не смогут стать друзьями других людей, друзьями всего человечества, которыми Господь нас хочет сделать. Он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. А для этого ты вообще гордость должен растворить. Вообще растворить ее нету для тебя, нету. Она как воздух, все, ушло, нету. Ты вдохнул, выдохнул, все. Ничего нету. Вот так должен быть мир. Ты должен дышать только одним миром. Почему тогда мы и слышим благоухание на жизнь и смрад на тление? Когда мы видим, подходим к человеку, и человек, святые так видели, и человек, а ты откуда меня знаешь, откуда? Я сам коллега. Я не могу по-другому. Ты мирской человек, у тебя запах тления. И дети, вот вчера мы с Римакой тут разговаривали, ты понимаешь, что ты рядом со мной находишься, я не могу на тебя просто так смотреть. Ты мне, ну понимаешь, что от тебя неприятно идет запах. Не то, что ты там моешься, ты все. У тебя по взгляду, по всему, как ты говоришь, как ты даже Слово Божие читаешь, по всему видно, что ты не хочешь знать Бога без желания. Желания нету желания. И главное, лицемерие идет самое главное, понимаешь? Вы лицемерить начинаете, дети, вы все лицемеры. Двойное дно? Ну конечно, двойное дно. Вот чем дело. А двойное дно оно только к предательству приведет. Потому что да, в ответственный момент скажут, что выбираешь, хлеб или крест? А этот момент придет? Придет. Конечно. И вот мы уже о двойном дне с тобой говорим. О двойное дно у нас это... Вот седьмое, седьмой вопрос. Ваше отношение к людям с двойным дном? К наушникам, с эксотом, разглашающим тайну. Наушник, наушник это только шинтарщики. Да, шинтарщики такие, которые как бы хотят в стороне остаться, а тебе так, да, он там такой-то. Тебя завозить? Да, да, я понимаю. Та глини саму не улыбкует. Вот такие вот шинтарщики вот эти вот, которые, как бы, чтобы хорошими остаться для того человека, а тебя будут наусливать, чтобы ты был человеком с двойным дном. Сексоты. Сексоты это те, которые специально за деньги, за какие-то блага разглашают твою тайну. Сексоты. Сексоты были такие шпионы в православии. Это священники, митрополиты. А, они как бы все там ставили, ставленники же они когда ставили, да? Да, они. И они... Какой-то покаяться, там, сдохнулся. Раз, его сразу воронов подъезжал. Не только покаяться. Просто человек же открывается. Ты верующий, я тоже верующий разговариваю по душам. Человека могли посадить, ну, за то, что ты не так думаешь, как другие думают. Вот фильм, есть такой фильм, очень называется «Завтра была война». Нашим, советский фильм. И там о том, как людей садили, за что. Перед войной. Вот, скоро, «Завтра была война». Посмотри на фильм. Посмотри на фильм. Очень тяжелый фильм, тяжело смотреть. Какие дети, как они все воспринимают, о комсомольцах идет речь. Но когда об истине начинает говорить человек, и просто говорит истину. Человек сразу воспринимает, как кем бы он ни был. Какие там лозунги бы ни были. Но он всегда готов истину воспринять. И как с этим боролись раньше? Они там каждую молекулу выискивали. И там из их соток, там люди с двойным дном. Вот в этом фильме все они есть. Обо всех. «Завтра была война». «Завтра была война». Да. Странное название, но... Когда ты посмотришь весь фильм, и тогда поймешь, что было до войны, и война сильно нас разделила. Если бы не эта война, никогда бы коммунизм сам не ушел с этой арены. Они бы сопротивлялись зубами, они бы грызлись, они бы вставали на защиту. Но война выбила всю эту дуль из нас. И в конечном итоге на втором поколении отказались от коммунизма люди сами. Третье поколение приняло после войны, приняло уже демократические устои спокойно. Не было ни революции, ничего. Никто не воевал за лозунги Маркса и Ленина Сталина. А в 17-м году ложились костьми миллионами. Миллионами ложились под белогвардейские пули, под казацкие шашки. Единственное в мире истину. А потом пожили немножко, война подвела итог. А там дальше уже просто по ниспадающей утуху коммунизм и все. А теперь они думают, кто? Это шпионы английские виноваты, что рухнул коммунизм. Ребята, вы с дуба рухнули. Шпионы разложили 18,5 миллионов коммунистов. Коммунистическая партия, 18,5 миллионов. Весь цвет советского народа. Не только русского. Там и узбеки были, и таджики, и киргизы, и эстонцы, и латыши. И там, я тебе перечислю, армяне, грузины. Они были коммунисты, 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 коммунисты. И русские были. И чукчи были коммунисты. И якуты, которые кроме оленей ничего не знают, тоже были коммунисты. Да и чукчи такие. Получается 15% населения взрослого. Не 15%. Тогда было 280 миллионов. А, ну 10% взрослого населения. А, постой. Нет, больше. Что получается? 250 и пополам 120? Да. Это получается по центу 40 взрослого по семье. А, взрослого есть? Ну взрослого, да. Так там мужчины, женщины. Как они к этому относились? Это нельзя никак со счетов сбрасывать. Это все еще у нас и осталось. Но осталось почему? Потому что никто не сопротивлялся. Они сейчас только начинают обдумывать. Но они уже старые. Многие уходят. И все. А молодежь, они вызвалили просто как цветки. Они ничего не знают. Ни историю, ничего. Как это у нас, наш товарищ, который в общем. Ну ничего не читает, ему ничего не надо. Прочитал что-то. О, вот оно как. Милый ты мой. Так надо знаний много иметь, что крестьянином быть. А не только там на шкурки собирать. И Библию это просто так не читают. Это со словом Божьим, с толкованием. И толкование это просто так не прочтешь. Игнатих, наш комментарий оставил только лишь по вопросу крещения кое-где. И проповеди. А ведь и другие есть моменты. Как относиться к добру, к злу. Как относиться к власти. Это отдельные моменты. Их надо все рассматривать. А так, я сам не буду коммунистом. Никому не буду туда советовать. А еще что? Так еще и говорить надо, кто они такие. И тогда остается, что ты неравнодушный уже. А так, как это? Давайте отбросим, побежим дальше. А я думаю, что все время Игнатихич что-то говорит он. Ну ладно, хватит, хватит там уже. А Гитлери хватит, хватит тут о Сталине. Давайте дальше, дальше. Я говорю, так он Игнатихич и говорит об этом. Ты что не понимаешь? Сидит глаза оловянные. Так это корень. Как чугун. Не понимает. Так ты что тогда лезешь-то сюда, ведущие? Если сам чугунно-деревянный так. Ты сиди слушай. Ты еще на низшей ступени социального развития находишься. Хоть и внишь себя стратегом. И корни как, и корни без корни. Искорее. Деревян просто упадет. А корень? Ты уже разобрать надо, посмотреть, что там было. Да мы и не знаем, что там было. Потому что мы разливы там. Будь готов, всегда готов. Зачет готов. Чему готов? И кому готов? Да, хочу верить. А Богу-то не готов. Вот ты сейчас начни, что у тебя в молодости был, пионером, комсомольцем, октябренком. Ты сейчас это начни исследовать. Сейчас, когда ты верующий. Ты ужаснешься, где ты был. Так я тебе сказал эту книжку, красный троп. Сейчас, я тебе сейчас... Я вообще не знаю. Я сейчас прочитаю. Не просто так. Это по Божьему... Попущение по Божьему, да? Попустил он, да? Есть такой журнал, называется «Голос мучеников». Вот, «Голос мучеников». Ну, он протестантский и так далее. И вот они выпустили. Выпустили. Один, вот, называется, свой номер четвертый, 2019 года. Называется «Северная Корея. Страна тюрьма». «Голос мучеников». Да, я вот как раз хотел на собрании, зачитаю здесь, передавицу. Называется «Мучеников несчастье». Вот, «Мучеников несчастье» называется она. «Передавица». Передавай статью опять. И написано «В течение семи десятилетий граждане Северной Кореи живут под угнетающей коммунистической диктатурой, подкрепляемой системой верования Чучхе, которая была основана Ким Ир Сеном, дедом Ким Чен Ына, который сегодняшний правитель в Северной, пришедшим к власти вскоре после окончания Второй мировой войны». То есть в 1948 году он пришел к власти. «В течение более семидесяти лет каждый аспект повседневной жизни северокорейцев контролируется Чучхе, часто ошибочно называемой философией или идеологией. Однако эти термины не отображают основной принцип Чучхе. Северокорейцы вынуждены поклоняться своему умершему лидеру Ким Ир Сену и его семье. Мухаммед использовал часть Библии, чтобы создать Коран и Ислам, а Джозеф Смит добавил в Библию свою собственную книгу, чтобы основать мармонизм. Ким Ир Сен сделал с Библией и практикой христианского богослужения, которые преобладали в Корее до его правления, нечто совершенно иное. Он начал заключать христиан в концлагеря, уничтожать Слово Божие и искоренять христианское поклонение, заменяя все это системой верования, подражающей христианству почти во всех отношениях. Поклонение в Чучхе очень напоминает поклонение в христианстве. Оно включает регулярные собрания, исповедование грехов и пение гимнов прославления. Важным отличием, однако, есть то, что объектом поклонения в Чучхе является иная, святая в кодс-кавычках, Троица, состоящая из самого Ким Ир Сена, как основой божественной личности его сына и учения Чучхе. Удивительно, но Чучхе удалось поддерживать репрессивный режим, основанный на коммунистических принципах, в то время как другие коммунистические страны, например, СССР, Китай и Куба, были основаны на принципах атеизма. Северная Корея адаптировала систему, сочетающую коммунизм, поклонение руководству страны и практики, украденные из христианства. Это вот немножко статья. Вот теперь думай, к чему хотел все привести Ленин, если бы подольше пожил. У нас бы к этому тоже пришло все. У нас Ленина сейчас до сих пор из мавзолея не выносят. Почему? Он как божество. Фараон был божеством. Делали мумию и ставили пирамиду. Это то же самое у нас. У нас до малого не дошло, чтобы поклонять, хотя приходили и кланялись, но не было богослужебного культа разработано. Ну, были какие-то ритуалы у них своеобразные, но культа не успела, просто он мало пожил. Его бог забрал, чтобы этого не было. Сталин уже не потянул, потому что Сталин чересчур реально относился к тому, чтобы Советский Союз захватил весь мир. Ну, пролетария. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. То есть у него были захватнические цели, поэтому ему там не до этого было. Не до этого. Он тем более, он семинарию закончил, он знал, что такое поклонение Христу, и ему это не нравилось просто, и все. Поэтому он до этого не пошел. А здесь своеобразные такие ребята, эти корейцы, они язычники. Но, узнав о христианстве, они его исследовали и сделали просто. Там был атеизм, убить, там христианство искоренить. А тут наоборот, хотите поклоняться? Да, пожалуйста, поклоняйтесь. Но мне, вашему лидеру, я ваш бог. Где-то мы это уже видели. В Римской империи это было. И в других государствах, где поклонялись императорам, как богам. Натурально. И если ты не приносил на жертву этому императору мясо, Влади, отключи, пожалуйста, там. Кстати, ты можешь стоять, да, уже? Нет, еще нет. Если не поклонялись, то людей убивали. И здесь мы видим, это неоязычество сплошное. Причем на христианских таких принципах. Поклонения, да, прославления, там, собрания вот эти вот, чтобы можно было вспоминать своего бога, кланяться ему там и так далее. Вот там еще на небесах, наверное, просто не говорится здесь точно. Потому что туда проникнуть очень сложно. Они, это все под запретом. Страна, он славит полностью. Тюрьмы закрыты полностью. Полностью закрыты. Никто, он очень мало, вот тут, вот в этой, вот из этой вот всей, много написано. И люди, которые там были, и которые беседовали с теми, кто там был, и очень мало понимаем, что там происходит. Ну, страшное просто. Быть северокорейцем, это просто ужас какой. А потом тоже с детства уже все это, зараза. Ну, вот у них тут рекламные приводятся, рекламный буклет. Вот реклама, это стоит сам Ким Ю Сен. Это семья, и он как бы над семьей, как сейчас, живее всех живых. Видишь, дети вокруг. Это дети страны корейской. А он как бог. Вот они, друзья, с детства. Присутствуют здесь. Представляешь, какая зараза? Вот тебе, а у нас некоторые есть люди, у нас, наши братья, которые говорят, да что такое коммунизм? Коммунизм, он уже из себя и жил, как его нету. Он не жил себя. Это ты когда в свой туалет зашел, закрылся и там сидишь. Он к тебе, из себя может и жил уже. А когда ты выйдешь обратно, ты увидишь, что не из жил. Посмотри, да даже в туалете в этом, посмотри, туалетики такие сделаны-то. Тоже коммунистер. Да не, да с ими скоро делается так же. Ну, скоро для одной задницы было бы только и все. Засунул ее туда и все, больше ничего. И так бы и жил. Кухни какие, все для того только, чтобы человека унизить. Приезжали здесь эти, приезжают западные и говорят, так жить нельзя. Вы же унижаете сами себя. А мы не знаем, как не унижать. По-другому-то не жили. Проповедник спорта не запускает? Ну, ты что, не понял, что это ничего? Вообще туда не зайти же, да, получается? Да вообще, ну, без проблем. Почему они пытаются, их убивают? Да никто там не пытается ничего. Нету этого. Ну, это вот молитва. Они распространяют Слово Божие через воздушные шары. Они запускают воздушные шары, вот, вот, Южная Корея, вот, Северная Корея. Вот путь, как они запускают шары. А шары уже распространяют, они знают течение, там, куда, эти воздушные, и они вот так вот. И они вот, это, у них акции целые проводятся. И они, это, начали с 60-го года. То есть, сначала они хотели проникнуть туда, но там убивали всех. И тогда они решили людьми не жертвовать, потому что все равно, даже если ты туда проникнешь, то тебя выдадут практически сразу. Поэтому они решились, чтобы о Слове Божьем люди вот так узнавали. И люди узнают. А узнают когда? Когда некоторые вырываются каким-то образом из Северной Кореи и оказываются христианами, тайными. Уверовали, потому что Евангелие, вот, Слово Божие попало им там, с исследованиями. Они прочитали и уверовали во Христа. И потом, когда туда выехали, они там в Китае остаются там жить, в Южной Корее там и так далее. Может быть, у нас в России нет. Или у тебя свобода слова. Какая сида? Да как будто мы не говорили, что свобода слова. Какая при коммунистах свобода слова? Ты что, забыл что ли? Нет. Одна коммунистическая партия, больше никого нет. А в лучшниках вот таких... Она безгрешная и единственная, истинная. Все, больше ничего не то. Вот они... А это такой же путь в тупик, как у католиков. Когда папа, любое его слово, любой его там вердикт, это считается, как будто сам сказал Господь Бог Иисус Христов с него. Да, через него. Вот и все. Как ты будешь жить с этим? Ну, получается, вот у них только воздушные шары и радио. Да, вот как сложно. А мы здесь сидим спокойно и еще будем рассуждать, где было хуже, при коммунистах или у нас сейчас. Когда мы тут сидим, снимаем, сейчас выставим в Ютуб, люди по всей земле и в Северной Корее, и могут кто-то там... У них, правда, интернета нет, но все равно модем-то как-то летает, там, Wi-Fi, это все. По ней кто-то посмотрит и скажет, ох, про нас-то говорят, оказывается, ничего себе. А мы ничего и не знали до этого. А там Юрич? Это самая-самая антихристианская страна сейчас. Мусульмане есть, где там гонят, если что, но они тебя не будут гнать за то, что у тебя, допустим, Евангелие есть. Если ты проповедуешь там где-то, там, и так далее еще, может быть, другие там страны где-то есть. Ну, отдельные какие-то, может, вспышки гнева есть на христиан там отдельные. Ну, чтобы вот так вот, как здесь, целенаправленно просто христианство подменили поклонением своему лидеру, который божествует, такого нигде нету, только у них. Почему так боятся их, эти, американцы? А что им в голову взбредет? Может, он как-то маньяк. Он скажет, запускайте все ракеты. А им-то всем по барабану, они, его поклонники, они скажут, сейчас-то на нас упадут ракеты, вы не бойтесь, вы все будете в раю вместе со мной. И все. И они будут исполнять все точно команды, кнопки нажмут, никто не затрясется там, а-а-а, я не хочу убирать. Все исполнят, как роботы. Видел, как они маршируют? Да там, нашим даже не снилось тогда, там вообще все понятно. Китайцы даже так не могут маршировать. Китайцы до чего-то бросают. Китайские девочки, видел, как маршируют? Китайские. Не видел. Посмотри, а корейские девочки? Китайские-то они такие в белом, в розовом, в синеньком, в голубом одеты. Юбочки такие короткие. А корейские девушки, они маршируют, видно, что они тебе штык засадят по самую гланду, если надо. Кетра там баллиптизированные, ясно. Их там как выбирают, показывают их там. Ну, из китайцев есть там выбрать. А корейские все как один. А наши, если пройдут рядом, сравнить, это лучше. Лучше, условно, потамов этих не смотрели. Русские некрасиво. Ни одежда, ни сами они. У нас такие все матерые девчата. Поевки едят до конца, до крошки их заставляют. Есть, поем, поем, до крошки. У Китая хоть набирает там этих манекенщиц, на что посмотреть есть. Но они легко шагают, а наши такие... Еще юбки такие короткие дали там. Кошмар. Если вот так вот отнестись к я, или с таким же присылом, да? С таким же уставом. Да. С такой численности. Как тебе? Вот мы сейчас стараемся с тобой серьезно относиться. Вот я к чему делал все это. Что мы к серьезно относимся. Вот теперь расскажи, если я верил в Святую Троицу, то есть тебе уже что рассказать? Наверное, целая беседа у тебя будет. Святую Троицу? Да. С чего бы ты начал? Если бы тебе такой вопрос задал. Откуда начал? Издалека или? Я бы, наверное, с Иоанна 3,16 начал. Неплохо. Что Бог возлюбил... А... Либо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел... Всякий. Всякий. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Всякий и каждый, есть различия. Всякий и каждый. Каждый это, ну, отдельно там, допустим, человек. Каждый человек, каждый. А всякий, это ты хромой, больной. Потому что ты можешь сказать, ну, я же вот такой, как я приду ко Христу, там, я вот нищий, у меня ничего нет, а другой... А я вот богатый, мне как прийти, я вот такое, у меня так все есть. А другой говорит, а я вот слепой, как я приду, я ничего не вижу. А всякий. А поэтому Господь говорит, вера, слышание, слышание, слава Божьего. Потому что слепой скажет, а как я, слышание, вернее, это... Как увидеть-то, Господь говорит, а слышание, вера, ты услышишь, услышишь. Более того, а если слепо, глухо не мы, как придумали для них... Ой, мотивно сейчас сгорело. Вот это было, как он, брей, брей, бля, брей называется. Книга для слепых евангелий, это... Азбука Брейна называется, через пальцы. Раз, раз. Ну там выговорили, не бог, на грани. У нас Игорь Третьяков, а у него отец служил в этом... Служил связистом, но он был не просто связистом, а в спецчастях. И вот он этих радистов, которые азбуку можно отбивает. И он вот это, ну, рассказывал, что виртуозы были такие ребята, которые там могли там одно слово, там за секунды две, целое слово. Вот так вот пальчик набить, вот так ходит. Так что у человека огромный талант, и когда у него нету чего-то или нужно добиться, то человек раскрывает такие необыкновенные возможности. Поэтому, когда человек слепой, у него начинают другие органы открываются. И поэтому, вот придумали такое для людей, и вот они... А мы, считай, видим, слышим, это можем и не хотим. И да, и не хотим. Вот в чем дело. Надо что-то забрать, чтобы захотеть. Да, и Господь часто это забирает. Часто забирает у нас. Особенно совесть. Совесть. И ты не можешь не беседовать с Богом ничего. Представляю, как тяжело, когда ты не можешь... То есть, погибаешь? Да, конечно. Гибель, без сомнения. Брат, ты готовишь, да, уже? Да. А ты останови, пожалуйста, еще. Вот у нас с супругой вот сейчас вот чаще и чаще, вот даже вот вечером, вот читай же сразу. Ну что, итак, тебе... А Святой Троице ты уже начнешь, я понимаю. И тут, видите, подсказки есть. Кем для вас является Иисус Христос? То есть, это все же кое-то Святую Троицу, правильно? Да. Вот это Отец, Сын, Святой Дух. Да? От этого, с этого и начинать. С этого и начинать, как ты относишься к отворению Божьему? То есть, как бы, про Бога Отца, про Бога Его вспомнить можно. А потом дальше, потом дальше явилось творение Божие. Творение Божие мы узнаем через только некоторое время, особенно в Новом Завете, особенно апостол Павел нам раскрывает, что все положил под ноги Его. И что Иисус это логос, ну, по-гречески слово переводится. А слово, это зримое творение. То есть, Бог, Отец Иегова, Сущий, просто дает, как приказание, ну, как самому себе получается. Ну, тут сложно как-то говорить об этом. Ну, можно. И в этот момент словом все сотворено. И все сотворилось. Проявило материальную для нас... Было слово. Слово было Бога. Слово было Бога. И все через Него началось быть, что началось быть, и без Него ничто не начало быть. Но начало быть. Да. Вот так. Иисус тоже слово, да? Да. И вот это вот можешь ты места Писания приводить. Вот, видишь, уже пошло у нас... Я раньше не понимал, что слово, но слово Бога. А потом, когда... Слово, Иисус. То есть, Христос был у Бога, если переводить. Да. Да. Ну, чтобы до конца было понятно слово, то есть, слово. А слово нас спасет еще. Вот в чем дело. Слово, которое Он дал вам, говорил вам, оно... Нас спасет. Да. Оно будет судить вас. Судить оно, да. Ну, то есть, спасение через Него, через это слово. Как ты к Нему относился? Как ты относился к тому, что тебе преподавал преподаватель, когда экзамен пошел уже? Как ты относился? Такой и будет ответ у тебя будет. Не относился. Почему? Часто преподаватели ставили, вот я помню, у нас зачеты, если ты был на лекциях. Я на все лекции старался ходить, особенно с третьего курса начинаю. Там такие сложные лекции у нас были. Я ходил, потому что, во-первых, для знаний полезно было. И, во-вторых, когда начинали перечислять, смотреть, сколько ты лекций был, если ты сто процентов лекций был, тебе зачет ставили сама там. Представьте, не надо сидеть перед преподавателем, что-то там обдумывать, объяснять, какие-то вот те вопросики, подвопросики там. Ну, когда зачеты, то чем отличается зачет от экзамена? Экзамен, когда у тебя есть вот эти билеты. И так вот два-три вопроса. Ты выбрал какой, и отвечаешь на эти вопросы. А зачет, когда ты садишься, и преподаватель беседует с тобой по теме, ну, по курсу пройденному. Представляешь? И он тебе какой-нибудь вопросик задал. Ты, допустим, как-то ответил тумарно, он тебе подвопрос какой-нибудь туда. Или смежный вопрос. Ты там вообще уйдешь. А когда ты, представь себе, на всех лекциях отсидел, пришел, он так дыбу, он смотрит. Так, было 24 лекции. Ты на всех лекциях был. Давай зачет. Раз. И так же и здесь тоже у нас. Господь же видит, как ты относился ко всему. Серьезно относился. Два церковь не раздевал. На храме присутствовал, на службе занятия, благовествовал. То есть, как бы и сделаешься, состоит вера-то твоя. А ты все это делал. Ты все это делал, потому что ты любишь ближнего своего. Ты хотел, чтобы ближние были тоже, где и ты в Церкви Божьей. Вместе с тобой ходили и так далее. Вот у нас хорошие тандемы с Сергеем, допустим, Павловичем. Отлично. То он меня подвезет, то я его тут заберем бабушек попутно в храм Божий. Прям прекрасно. И такое состояние, когда ты, машина приезжает, у тебя полная там, сестер там, братья там. И ты так радостно думаешь, ну вот не зря. Ты день прошел, да, хоть подвез кого-то до храма. А сейчас бабушке уже тяжело ходить, а тут подскальзывается и так далее. Я специально собираю, еще говорю, кого бьет забрать, давайте. Вот Алексей, который, Сиськов, который сейчас переехал сюда в Барнаута жить, который жил в Потеряйке. Ну, приходил к нам, храмает он, операции-то все молились за ним. Я ему говорю, давайте я вас буду забирать, куда-то подъехать-то надо, где вы там живете. Заберем вас и все, привезем, он обратно отвезет. Он говорит, у меня у самого машина есть. Ну, машина-то есть, а здоровья-то нету. Это же понятно, машина, она требует, чтобы здоровье было. Конечно. Что там говорить? Там и внимание, руки. Иногда, когда начинается снегопады, проедешь на этой машине по городу немножко, приезжаешь, а то немножко часа в три выльется, да кружки-ножки дрожат. Как будто, не знаю, где-то пробежал какой-то пять километров. А еще и с головой не все в порядке, потому что едешь, только у тебя перед тобой красные эти стоп-сигналы, и думаешь, что за жизнь так проходит в этих стоп-сигналах. А вот такую жизнь нам. А кто-то открыл вот так вот в ворот, это, в двери. Нет, они на себя открываются, потому что если туда, то заметено. В деревне вышел, белый простор, только в юго. В деревне. Да. И нет ничего. Вот так люди живут. Теса, как здорово. Но. Нам не так и должны выглядеть. Ты вышел, а кому слово-то сказать? Тот знает, этот знает, этот тебя давно послал, кто с тобой знать-то не хочет. Все. И никого нету. Кому скажет слово Божий? Сейчас рулетку выходи. А как раз Игорь Барбаш приезжал и начал говорить, что ни одного ролика у вас ничего. Занятия проводят, проводят. Ну а что вы не заснимете? Он говорит, ну а что заснимать-то? Он просто бачка читает, а мы слышим. Все. Надо рассуждать-то тоже между собой. Мы все знаем. Мы все знаем. Мы все знаем. Мы с собой-то. Ну как? Они все знают. Сейчас спроси, что-нибудь. Все. Да? А когда начинаешь разговаривать, никто ничего не знает. А потерять, к кому благовести? Некому. Вот и все. Понимаешь? Смотри, вот знаю. Понимаешь, что это дело? Вот кажется, что да. А с другой стороны и нет. Нет. Да. Почему, Игнатий Иванович, его спрашивают? Непонятно, вы что-то там нет, у вас там деревня какая-то, кажется. А зимой снимаете? Вот города тут, какие-то эти мосты. Вы вообще где находитесь? Спрашивают. Вы где находитесь? А вон такой и есть Игнатий. Он независимый. Он как огонек. Хоп. И там уже. Понимаешь, что дело? Вот так вот. И люди никак не могут понять. Все рвутся в потеряевку. Рвутся в потеряевку. Аж прям дрожат. Спят в 40 градусов там на этой, на железе там и так далее. Шахмата. Придется в потеряевку. Приехал в общину. Ну ладно, хоть в общине тут у вас побуду, посмотрел. А что-то у вас три коллеги, дверь чумы, никого и нету. Это что у вас тут за церковь такая? Это потому, что ты в миру своем находишься, и тебе там приятно плавать в этой гав... Сексом. ...дерьме в этом. Сексом быстрее. Там тебе приятно. А когда ты бы в этом мире один оказался, как перст верующий, когда уезжаешь в другой город, и никого нету, так ты там к баптистам заходишь, и баптисты тебя встречают, они на тебя становятся родными. Ты там брат, можно сказать, сестра. Почему? Потому что отдушина какая-то. Ну понятно, что это не то, это не православное. Ну попробуй к православным подойди там. Зайди сейчас, да? Да. Начни говорить. Скажут, ты откуда? Там надо только заходить не так. Там с капустой в бараде нужно зайти свечку купить, пойти там поклониться, там наканун поставить за упокой, за здравие, записку положить, деньги там батюшке сунуть, кирпич хлеба ему принести там в карман. Тогда ты еще слой. А если ты начнешь о слове Божьем разговоры вести? Я хотел пример привести. Ждем, брат. Я тебе рассказывал, но я не только не знаю, на камеру я рассказывал. Давай. Про отца Олега Стеняева, священника. Что он где-то там служил, где-то на зоне это происходило, в советское время. То ли служил, то ли его туда послали, я так не понял до конца. И вот он узнал, что есть там где-то в цеху какой-то работает на станке верующий человек. Он говорит, и это попросил начальника какого-то, говорит, дай мне, говорит, солдат, я отведи, чтобы меня туда отвел к ним, я хочу с ним встретиться. И тот согласился, повел его туда. Солдат приводит, вот он, говорит, сидит, а тот сидит там что-то, то ли шьет, то ли еще, не знаю, файк, лошади. Вот, да. И он такой поворачивался, он, говорит, такой, ну, там, поздоровался, повреждался с ним, говорит, я, говорит, христианин. Тут такой запасный, на него так смотрит. А он говорит, я потом, говорит, узнал, оказывается, его там били, как верующим, гоняли. православный нет нового завета ведь есть я ли сделал как нового завета не ему протягиваю смотрю бит лицо у него опала такой слезы потекли он заплакался взял и вот это чего интересно вспомнил это случай что через много лет уже прошло это баптист его находит может я диаконом стал просто я очень просто он приходит уже там пресвитер уже у него там ни одна церковь организована и он все время в кармане носит вот этот новый завет который это очень дорого был в то время да и он показывает вот я его приобрел в силу и он очень много сильно благодарил за то что тот момент ведь я отчаялся я начал терять уже веру бога не раз это диспотеку послал конечно не посылает искушение сверх сил так ну что тут еще может нас заинтересовать такое что чтобы тебе объяснить почему и спрашиваете себе крещение глупейший вопрос мне кажется подробно о причине когда это желание появилось уменьшилось ли оно твердо ли но это я думаю для того чтобы человек осознал всю серьезность положения своего казалось бы этому или не надо вопрос задавать зачем он нужен почему вы спрашиваете крещение но если ты уже от троицы рассказал ты там в этом рассказе должен уже себя видеть ты там должен уже себе рассказать как тебе дорого то что господь тебя избрал тебе это очень дорого и ты хочешь до конца идти теперь за господом раз он тебя избрал тут дальше то что теперь спасение спасение вера я уверовал последнее крещение научение как бы ты прошел уже ну бывает всякое научение проходишь самого я уверовал когда никого не было вокруг никто ничего не подсказывал подсказывал булгаков солженицын подсказывали мне через свои произведения классики подсказывали достоевский подсказывали читал лесков я там читал это но не мог понять это были подсказки только но прямо из людей что ко мне никто не подходил был социализм был восемьдесят восьмой год был вот даже не восемьдесят восьмой 87 был год потому что у меня все началось с 87 года я начал какие-то поиски смысл жизни мне было двадцать три года всего я начал поиски я считаю 25 когда мне господь послал библию я нас как бы начал уже обрел то что ну что я начал читать я начал читать с жадностью духовное жадностью духовное и я такой до сих пор то есть для меня библия она открылась в одном аспекте только а в другом аспекте чтобы я сказал ну вот я исследовал библию теперь могу ее отложить и теперь вам сказать я верую бога на небесах уже ничего не могу сказать очень много открывается что я грешник окаянный и что очень мало сделал очень мало сотворил для господа и поэтому нам нужно дружно будет 19 числа встать в субботу восемнадцатого подготовиться заложить евангелие визитками нашими у нас евангелие уже много субботу надо чё субботу подготовиться нужно заложить евангелие визитками это называется подготовка у нас и настроиться узнать когда пойдет крестный код и чтобы крестному ходу нам уже быть около этого и купели сергей палыч должен там заранее поехать проскочить туда с евангелиями а со мной кто-нибудь поедет ну может двое человек которые мы будем раздавать прям к ходу этому крестному ходу там пойдет впереди митрополит у нас более словит всегда благословляет к диван махнет поклонимся ему поулыбаемся и начнем тут же священникам всем раздавать евангелие маленькие евангелие красные всякие у кого какие будут но там будут визитки с нашими ресурсами которые безграничны это не кижись команды без граничной до самого христа и ресурсам довести хотя и маленькая книжка вот это которую мы будем давать тоже доведет до христа если кто-то будет читать и серьезно у нас там не положено на шкаф ну пускай не положит чаще всего так и происходит чаще всего но мы же не для этих не для этого распространения чтобы сотни будет один пришел хотя бы из тысяч хотя бы из тысячи до сотни ты уж что-то думаю замахнулся хотя бы из тысячи хотя бы кто-то задумался из ста тысяч кто-то бы позвонил вот так и происходит все время один кто-то позволит после этого хотя мы один раз раздали три тысячи три тысячи раздали у нас прям подъезжали сектанты подъехали и у них деденовские вот эти вот прям коробками в машинах они одну коробку вытащили и стоят такие рученьку сложили на там где крыльцо а мы-то тут где в проходе обычно где крестный ход идет потому что там люди тоже много ходят но обычно 2 надо вот здесь перекрывать где люди ездят и поверь по ветку где ходит там дверна перекрывать там стоять и там сначала крестный ход мы ему все раздаем крестному ходу а потом я здесь стою обычно а кто-то с той стороны там по ветку ходит ну там объяснишь как брать и все и вот это и они там стоят и я подошел у вас что-то слабо идет что ли что-то вы как-то давайте скопилируемся вместе я думаю ваших ваших как раз тоже раздаем сейчас они пожалуйста я брать и идите сюда подходят с пакетами у вас еще есть еще есть и вот мы с ними вместе и все наши были короче три тысячи на волос до раздали я даже там до конца не смог у меня что-то колени интересного люди там каждый раз одни и те же они там приходят уходят там же не кинозал что пришел и стоишь смотришь подошли подъехали посмотрели ушли вот там вот там было на движение вот так вот я один раз смотрел ролик за 15 тысяч людей но это вообще дальше почему именно здесь решили принимать крещение но я думаю тут ты легко расскажешь почему именно здесь потому что в других местах ты пробовался разговаривал сам и тебе никто ничего да ну прям по вспоминаешь и ты все это сам проделал лично поэтому чем жили что-то разговоры все начать обещаетесь ли до оставаться членом святой российской православной свободности обещаешься то есть не надо не клясться ничего скажи обязательно вера вера во христа при крещении я даю господу обещание служить ему доброй совестью как написано в слове божьем поэтому я не могу его нарушить иначе я буду человеком двойным домом поэтому дальше 2 какие нарушения в религиозно-нравственных отношениях были за время вступления в число оглашенных ну допустим вот сергей палычу там встречался с женщиной кто-то допустим воровал в этот момент когда был оглашенным у нас там был один брат здоровенный такой он специально ходил по киоскам в киосках знакомился с девчонками там ночью и приезжал с ними будучи оглашенным и там с ними проводил индивидуально ночью я думаю что это не оглашенный нет он был оглашенным был очень верующий по названию оглашенным а там деньги жертвовал он работал там но работал как он чай разносил в этом рынке чай разносил такая работа сам почти два метра роста становись это оглашенный в обихе живешь но он же никому не говорил кто когда сказал то ему запретили вообще рядом одежду одежду должен был бросать на пол когда заходил в храм то все вешали он должен был бросать там где обувь и только тогда становиться последним здесь ну как сейчас у нас там выходит за пьянку за всю страну ну чё не там раздевать ну вот я прочитал канонах там же написано даже не есть местник внушайтесь одеждой я прочитал я сначала не понял а потом вспомнил некоторые раздеваются там опаздывают когда то есть они там снимаются чтобы не слушать не ходить там соблюдали ли посты среда пятница последний великий пост целиком ли готовились пости сейчас у тебя главное будет придут твое испытание великий пост который ты еще ни разу не проходил проходил пост прям полностью не вкушал даже растительного масла нет я только кашу и я ну а когда вообще вот допустим там три дня я вообще без пищи вообще без пищи я почему я говорю что я супруга вспоминаю почему тот момент у меня какой-то был такой какой-то взлет духовный такой я потом вспоминаю что просто я один раз только в жизни своей потрудился ради христа честно вот этот пост так но видишь у тебя значит уже есть один пост это уже хорошо я хочу еще то есть видишь это для чего для того чтобы мне можно было с чистой совестью предстать пред братьями на совете искать братья я вот мой подопечный я поручитель вот брата будущего нашего евгения я был у него дома знакомство с супругой с детьми с его и вот я могу что сказать обратить и я скажу слово по тебе у меня там спросят вопросы там какие будут ну сам скажу и чтобы я сказал посты он соблюдал великие посты 2 великих поста он уже соблюл полностью практически под нашим контролем свою сегодня лицемерию ничего то есть это могут подтвердить и так далее это будет очень приятно всем потому что брата там выставил все как надо что по совести то мы можем нужно наврать только вот по совести перед богом тоже разнорыбье делал такой сказал туда так ты можно поститься мне не в том это еще когда приезжал туда на ползу я тоже разнорыбье делал вот такой а чё у нас одна рыба мама ну так сейчас же постом так то можно поститься я не знал что рождественский пост ну что ж мы тебе скажем значит господь так тебе сделал что ты не знал я тоже многое не знал вначале так что ничего тут страшного нету можно вкушать рыбу понедельник вторник четверг суббота воскресенье включая 19 число 19 декабря начиная с 28 ноября и по 19 декабря включена 9 9 10 декабря праздник николы чудотворца день памяти его празднестве декабрьский николыч и их там три вот один николыч и до него можно вкушать в эти дни рыбу то есть среда и пятница рыба не вкушается а после этого после 19 если пошли дни все дни нельзя вкушать рыбу какие-то дни там уже нельзя вкушать растительное масло а субботу воскресенье можно вкушать рыбу до 7 января включая это 6 числа называется сочельник вот 6 числа до первой звезды это благочестивая традиция это не указ это не там нет никакого до первой звезды не вкушается потом вкушается но без растительного масло просто но если там суббота воскресенье выпадает здесь непонятно короче я так и не понял можно вкушать рыбу или нельзя вкушать рыбу нет в этом году впервые такое получилось впервые что богу этот 7 января получилось через считай через два дня через два ну через день после субботы воскресенья и то есть в эту субботу воскресенья можно было кушать или нельзя оказалось нельзя да все таки батюшка сказал что нельзя я тоже слышал что нельзя но брат смотрел там не календарь есть там по календарю можно здесь вот кисть на православие посте сам прочитать там прямо число указано когда можно рыбу когда можно маска когда нельзя на посте все есть но это опять же это указание тоже нельзя сказать что это господа господь сказал великий пост постится остальные посты уже были седьмом в пятом веке последний там восьмом принимали здесь такой смысл назвался груздем полезай в корзину то есть назвался православным да порезай в кузовок за прошлом году у меня чё еще ровно корзина вязаная кузова дальше у меня еще силу дало что я благословился у митрополита сергия вы тоже были в то время на службе ну что я твоей вере просто удивляюсь такое великое благословение ну вот верующему человеку нужно благословение от господа иисуса христа я всех канонов тебя благословили все отцы церкви благословляет тебя исполнять то что мы сами исполняли мы доверим что они исполняли они же не для нас делали сидели там посмеивались ели курицу в три горла сами а давайте каим этот день пост они то такие же были постники все исполняли поэтому почему не все время дополнялись потому что им казалось казалось что если будет как можно больше постов люди будут как можно меньше грешить тем более это все относилось к семейным людям чтобы они там поменьше женщинами находились ну что женщина она отвлекает от занятий духовных и поэтому они нам постов дали есть посты двести двенадцать дней год гадаясь когда двести двенадцать дней постов это больше полгода причем они еще и придумали что и в праздничные дни тоже не надо бы этим делом заниматься и остается тебе жену увидеть а иногда ты где-то болеешь а иногда ты работаешь и иной год выходит что 0 тебе то есть ты монахом прожил поздравляем только но средства правильно потому что если ты жену познал то обязательно кто-то родится а судя по нашему да это не всегда ты что-то у тебя такая вера крепкая в этом деле ты молодец прям ничего ты только если по дам познал ну дядяга какой нет это не всегда это ты что-то придумаешь некоторые до сих пор не могут у нас сколько будет есть вот так ну ладно дальше мы мы подняли очень животрепещущую тему и все хотят очень и конечно послушать но мы пойдем дальше разрешение 3 3 обрелили свободу во христе иисусе от домашних своих родителей супруга или супруги соседей по работе всегда посещать богослужения нашей церкви не менее двух раз в неделю субботу вечер на воскресенье на литургии всегда ли вы ходите из храма при оглашении оглашение за деньги ну вот первое что обрели свободу во христе от домашних своих родителей ну с родителями слышал что ты с отцом разговариваешь супруга у меня наоборот она да что потому что через тебя и мы будем иметь спасение это здорово это уже самое наиважнее ну селисеем мы знакомы твоим уже парень хоть куда ему сейчас скажи пошли на благовестия христа проповедовать он сейчас спрашивает он хоть сейчас можно в церкви мне говорить я говорю о чем он говорит благоествия я говорю когда спросят продай бучку на проповедь можно провести как и геннадий понимаешь в чем дело опыт нашей жизни в общине вообще с детьми показывает что начиная с этого возраста и до 9 11 лет они очень восприимчивы слову божьему после 11 оторвей выброси вот после 11 когда он тебе скажет так тогда мы воспоем господу аллилуйя сейчас мы пока порадуемся может быть скупую мужскую слезу небольшую и все то есть умиляемся над ребенком как он хорошо стихи рассказывает как они проповедовали все проповедники у нас он гликерия который ходит у нее мама была маленькая проповедница она себя называла я маленькая проповедница до девяти лет ходили где ходили она по городу проповедовала всем после 9 оторви до выброси а потом прости господи но с какими-то мужиками начала там якшаться и уже с 15 лет там 16 уже родила а теперь гликерия не нужно параски вы звали и а это вот так вот с этим мороз чем но в 9 лет ты слышал в чем больше всего смеются надо найти к ночам когда он говорит о чем не а не о вечной жизни говорит не о том что даже очень тяжело спастись когда говорит о своем избранничестве он говорит а у по-другому говорить любой христианин по-другому говорить не может как об избранничестве а господа когда ты отдельно подумаешь особенно когда ты уже крещен когда ты такой в общине когда руки братья сестры ты видишь их жизнь себя ставишь в эту жизнь и когда подумаешь отдельно когда никого нету и вот у меня сейчас даже мурашки пошли по телу за что мне господи такое счастье за что ты мне это да почему я а другие ходят и вчера подъехали ребята машина подошла они воду разводят я смотрю у них такая большая надпись и написано в этом автомобиле не курят курение несет смерть я такой ничего себе и парень подходит и я прям его парень ты твоя машина ты чё не куришь я ручок тут чё написано правда правда я слушать я господь послал на встречу мне а ты курил как много будет ну я так попробовал мне не понравилось ну мало совсем я говорю я даже не пробовал значит почему меня отец сказали что меня отец накажет меня отец даже не наказывал уже я пытался что-то стоит стоял меня дымом короче напахнула тогда беломорья и там зубы подцепили мужик бросил а мы втроем подцепили двое успели зубы а мне передали я а там она запухла или чёрт я мусорил пока и от меня обочищем от рук от губ ничего не понятно а в этот момент мне раз за ухо старшеклассник какой-то соседки такой ага я все твоему отцу расскажу я на колени упал залился слезами не надо мы рассказываем о папке ладно я тебе научу как сделать ты это придешь когда скажи мама дай мне чесноку и чеснока наешься от тебя не будет пахнуть тогда и я такой прибежал забежал спором мама дай чесноку она такая она ненавидит ненавидит ну-ка подойди-ка сюда я такой чуть-чуть а зачем тебе чесноку и чё на чесночку захотелось она ну-ка дай-ка я тебя обнюхаю такая раз в руки мне ах ты ж поросенок достаешь ремешка мне ремешка ну а мама не боялся ремешка и говорит я отсюда скажу отец был командировки он топографом работал по в тайгах он скоро приедет и дети через две для нас было как здравствуйте и он тебя дерет мамочка и все и все и ты знаешь как меня пытался сатана обратить женщина женщинами я буду творить только покурить нет вот такой твердый я это все вспоминаю сейчас вот и за такой видать малости господь как тут сделал что-то он за что-то не дает господь он дает потому что даже за это нельзя я вас избрал да он избрал понимаешь поэтому я был избран и вот такие вот творил вещи сейчас вспоминаю другие за это да кури ты хоть закурить на тебе еще вот такую вот запихать давай иди сюда нет нет господь вот такими вот вехами вел я вот этого парнишка увидел так обрадовался прям визитку и подожди сейчас визитку 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 достаем такой подошел взял я рассказал христос тебя спасать будет христос я бы это не для чего тебе когда ты таких удовольствий отказываешься для того чтобы ты царство небесное приобрел парень тебя господь послал навстречу мне вы под почаще ездите с этой таблички там 2 еще подошел и второму сказал там визитку вашего товарища заходите к нам на православный сайт вы что же не курить уже начало похода ко христу уже начало уже господь на вас зрит понимаешь когда человек уже отказывается от таких удовольствий сам зримо да еще на на показ на показ это значит что то есть уже понимаешь уже надо трудиться с человеком почему мы трудимся сначала со своими которые пришли в храм в наши потом с баптистами потом писятники идут потом адвентисты в самый последний момент уже еголиста там мусульмане самый последний потому что они что-то имеют господь их что-то призвал раз они там что-то исполняют ну мусульмане чего-то чего-то там исполняют эти свидетели иеговы ну что то хотя бы там у них библию читают тоже что-то исполняют а адвентисты они уже веруют в троицу вот так эти византисты да эти но эти 50 ники на 50 ники они уже сто процентов в троицу лет только у них там говорили языками там а баптисты те вообще рядом они языками не говорят у них этого нету понятия у них через веру вера должна быть вера это слышание слова божьего у них занятия постоянно благовестия должно быть только задрожишь такая это вы наши братья уже как подходит дело к освещения освещение то есть мы должны быть освещены не принимают как они говорят наши обряды то есть таинство церкви не принимается они только христом одни оставлены других нету не лютер их оставил а так они же от лютера да это все от лютера пошло ну там литеранство кальвинизм там уже сложно выбрать кто и баптисты уже тут вышли там еще 30-летняя война там сложно очень уже обиделись на католиков по полностью прожгли там иконы а лютеран еще иконы есть ну то есть изображение а сейчас у всех уже смотришь 50 ники у них у всех картинки христос там сидит с детьми там христос кукла это чтобы не было засохшего заново лица и так далее то есть все равно все приходит ему как не показать столько всего люди смотрят смотрят и дети детям показывают вот фильм этот принц египта детский фильм о моисее это что же все сектанты снимают а вот слушай а искушение сектанты с нами в канаде ничего себе такой фильм там фильм такой я его как смотрю у меня слезы текут как смотрю у меня слезы текут не могу смотреть его просто так если я решил посмотреть искушение все это значит надо все оставить все полностью все сел включил и приготовился все потому что до такой степени это для меня близко то что там пришел к своим и своего не принимают он говорит слово божье и вдруг нашелся этот иосиф этот который молодой парень который он мне так симпатичен думаю найти бы с ним еще фильмы посмотреть чем там дальше снимался он должен быть только этим иосифом младший брат младший брат такой хороший и он и он повторяет только тот было блажен кто слышит слово божие и исполняет и вот такой это невероятно это ветхозаветные слова он говорит а это все евангельский дух он же вносит евангелом берет слова евангельского духа конкретный прям верхний завет весь евангельский по идее но конкретно есть прям предложение какой евангельский дух то избери жизнь вот я даровал тебе жизнь и смерть избери жизнь а что и ведь есть вера иуда что есть веры ну да 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 это у него младший брат спрашивает иосиф на площади но иуда отвечает именно отвечает я его не посмотрел кстати записал не успел записать это самый первый вообще самый первый его потому что он конкретно и там отец потом выходит смотрит на это звездное и смотрит на это звездное небо и он пришел он пришел не может поверить оставший сын его не зря стал грабином учился в иерусалиме он ему все объяснил и он берет эту мацу и вот вот как подсаду от мацарова подгорела там эти и такие дырочки где подгоревшие и он за курочки али опуты как дырочки вот так и так же тело его было ломимо на кресте и вот эти вот так раны его это вообще невозможно пока ты не верующий пока тебе бог не откроет все вот это и когда вот это смотришь на тебя прям тоже как какое-то благословение снисходит фильм так снятый это фильм изображение и вот сектанты они осознали что нужно изображать и это и крест поставили один за этого не было креста была просто такая шпильта пика на меня в небо торчало мы тебе господь спрятнём ничего сейчас уже крест поставили да ну такой простой конечно не будут православный ставить да и православный если поставили простой крест я бы на них не обиделся честно признаться эту парк поперечину поставили теперь ходи думай с какой стороны еще там полумесяц сверху собачьи и что это такое цветы там еще вот так потом лиану какую-то заплели что это такое вообще не поймешь все ну проще надо быть вот начали помаленечку а закончилась уже у священников не поймешь какие-то цветы что ты чё на кладбище что ли на душ там расти или где памятник какой-то простоты нету во христе а господи главное чтобы вас апостол павел главно чтобы вас никто не увлек до обольщением плат простоты во христе от простоты во христе а что христос все в простоте говорит все о теле своем а крови своей запутали все сектанты вот так перемешали никто не может выбраться из этого лютер то сам то спасался и правильные тезисы написал 95 тезисов только над всеми можно поставить восклицательный знак что аминь что еще сказать в конечном итоге закончилась то чем страшной войной между протестантами которые должны были полностью ко христу обратиться как ожидал лютер и католиками которые уже погрязли в распусты сначала католики конечно одолевали потом протестанты взяли силу как дали по мусалам католикам но еще оказать с 1618 по 1648 год погибло только в одной германии около десяти миллионов человек а тогда то не так не столько народу жила до половина населения германии было вырезано протестантами и католиками и тем христиане и тех из них а когда они начали понимать прям по его они сейчас против войны они против войны потому что они в меньшинстве а когда нас многое то мы все с оружием но не со христом уже ты калина почитай кто такой калин он вообще сжигал людей протестант лютера воспринял он современник лютера он лютер говорил приезжай ко мне в этом месте мы править швейцария его контонаты до сих пор калин у него были пацанята маленькие сагридотари такие ревностные как элисей маленькие вообще им говорили что делать нужно безнравственность выявлять смотрите где кто пьет кто выиграет шахматы кто наряжается кто занимается там женщины они бегали подглядывали у детвора кто за ними будет там смотреть за всеми подряд приезжать приходили и говорили тут же приезжают прискакать прискакивали там не прибегали солдаты вот этих нравственности полиция забирали их маленький человек свидетельствовал что это вот они занимались там грехов и все их на на площади сжигали суд быстрый а дети украли по ним протестант чем заниматься когда дети не такие как все были тогда вы сразу слить нажать то ничего вот так вот такие был камень это камень и так далее вас показывать но это сейчас они говорят а я знаю протестант один присвитер на южном я его спросил служение в армии у нас это легко выпускают служит нам чуть отслужит он придут оружие к ну что уже это же армия как-то без оружия а присяга ну а никому они выпрысить чё там присяга но я ханиже в нашей стране живу то есть все оправданно я же тебе рассказывал этот фильм это сержант йорк как его там тоже пастору пришел пастор он правильно по библии то понимал что не надо уже как так любите врагов и сейчас надо идти убивать и узнать что он убьет там он там стрелял вообще показывает изумительно из того духового ружья этого порохового там дыма столько паван попадал там на метров 500 белку эту белку в глаз бил ясно что он будет убивать он понимал же это офицеры еще не понимали чем понимал он ты понимал и уговорили его и пошел убивать и стал героем воевал мощно то есть смогли уговорить надо наоборот вот этот фильм нужно показывать и объяснять это сказал матики нашел и этот фильм отдал он там смотрели и он говорит мне не понравился этот фильм конечно не планирую карта людей убивают когда не я не дал вам для этого показать чтобы показано как человек поломает детям то и как раз и смотреть чтобы они на этом не сломались это как бы вопиющий пример человек верующий а он такой кроткий стал был такой хулиганистый а тут короче там молния попала в него а у него ружье было на спине она в ружье попала и он упал лошадь убила а его нет потому что деревянный приклад касался и он покаялся что чудо такое произошло что его не убил и он пошел в церковь а мать его давно звала тебя сынок ждет что-то страшное ты это сынок ты смотри когда будет что-то с тобой ты богу помолись такая мать показывает блаженки серия плачет такая старенькая чем-то у нас сестер напоминает наши особенно александра ивановна которую ну так и все и пришел покаяться все и и слова божие тут же ему паспорт дал а когда они увидели когда он в церковь зашел и такой идет грязный такой и пришел раз на колени упал и такой стоит и паспорт то все понял и такой вышел и начал короче псалом петь прославлять господа и все они тоже тут же запели запели вокруг него такие радостные что пришел такие его так за руку трясут да и он такой видно что взгляд просветлел и вон тогда вообще стал очень прекрасным сыном все и тут на тебе война но это сатана так устраивает ему вы еще будь дальше в уши жить чтобы вообще не нашли и спас а так теперь как ты отморишь столько убил людей ну немцы они там французы да хоть кто хочет и на то и дело что им заберется а ты кто сидишь ты можешь я не должен не должен сатана покорить не должен ничто не должен вот я библия есть ее читать а ему дали библия и далее история америки дали история америки вот почитай историю берите такой взял почитал ее и понял как тяжело досталось это земля что надо защищать всегда только защищались оружие и вот такой нашел какие-то места писания в библии которые оправдают это а ничего не оправдают там же сказано не любить мира не того что у меня да к чему речь то идет это правительство ну еще это правительство но его же создавали верующие люди потом оказалось все масоны верующие верующие и когда надо чтобы ты понял только одно сатане надо тебя полностью оболгать заплести тебе ум разум и так далее почему игнат технич хочет ходит весь в заплатках ничего не берет ни податков и так далее да 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 чтоб не заплел сатана его правильно все делает и при одной печке живет там холоде в голоде в молоде сейчас закаляется при этом и так вот теперь теперь у тебя теперь суббота да ты в субботу не бываешь много служить субботами оглашение извините ты выходишь и вот еще вера в душе это смерть она есть не прикрытое от лечения спасения от движения вперед и вера а вы говорите на у меня бог в душе я все не знаю в чем никому-то говорить я сам не учи и хватит мне нравится потому что господь же сказал иди и проповедуй говори обо мне говори он во славе еще придет ты же прославь его я его прославишь в душе причем ты должен на христе говорить но не забывать о том что в этом мире есть многое другое что связано с верой со христом но оно противно christу ты должен это обречать но бы до допустим кому гнезуп тот же человек должен обличать его ты за должное нужно влетать в войну войну а папы благословляют ты должен школу речь я войну Прямое нарушение заповедей. Ты должен обличать неправильное деяние братьев и сестер. Мне достается за мои большие габариты от одного брата. Он очень любит меня обличать. С одной стороны, я его благодарю, с другой стороны. Но не проклинаю, конечно. Знаешь, сразу что говорят? А где твоя любовь? Почему ты судишь? Где твоя любовь? Гристос сказал всех любить. Ну, судишь. То есть, ну, пускай они о чем-то там говорят, судишь, не судишь. Твое дело, чтобы это не было греха, чтобы... Если брат согрешил против тебя, тогда, написано, выговори ему. Если он не понял, тогда возьми двух или трех свидетелей, прийди к нему и опять с ним поговори. И если он не понял, тогда уже ты предай его церкви. А церковь передать, значит, передать, это церковно-приходской совет, во главе которого председатель батюшки. Называется, когда там решается вопрос. Да, пускай там решается вопрос. Как согрешил против тебя, брат? Ты считаешь, что согрешил. Он говорит, я не согрешил. А вот это суд, да, называется? Ну, конечно, теперь судить надо же. Согрешил или не согрешил? А ты должен сначала ему выговорить, почему он согрешил, ты считаешь. Он говорит, нет, не так. Тогда берешь двух или трех свидетелей, братьев, и говоришь, братья, пойдемте, я при вас еще скажу, а вы будете как судьями. Они подходят, ты говоришь, он говорит, нет. Братья не могут тоже решить, если он сказал нет, то нет. Почему так говорится двух или трех свидетелей? Что при двух или трех свидетелях он не сможет солгать. Потому что если он начнет лгать, два или три человека могут понять. И один скажет, братья, знаете, я видел то-то, то-то, слышал то-то, и вот это. И я вылезу в какую-то беседу, когда он через не могу покаяться. А человеку это иногда не хочется, он просто говорит, ну ладно, брат, все, давай, я понял тебя, противник Христа ради, я покаюсь пред Господом. И потом, когда будет исправить, он покается. То есть вот смысл-то какой. Потом опыта вначале взялся. Да, вначале, но он не стал, потому что его запирает сатана. Совесть начинает гореть в совести своей человек. А тут надо двух или трех, чтобы не было какого-то там, ну допустим, какой-то агрессии еще, чтобы все было спокойно. Тут там остановят, если что. То есть вот для этого, это я так предполагаю, там же ничего не написано, для чего. Я говорю, есть закон. Ты что, законник? Я говорю, как законник? Я говорю, исполнитель Слова Божия. Нет, как написано, любовь есть исполнение закона. А любовь это Бог. Любовь есть Бог. А любовь есть исполнение закона. А закон Христов, и в заповеди его написано не тяжкие. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся временные, я успокою вас, примите иго мое на себя. Ибо иго мое не тяжкое, и заповеди мои легкие. Нет, ну да. И бремя мое легко. А бремя это и есть заповеди. А что еще? Ну что, Христос пришел на тебя лег? Или что? Что, какое бремя? Или он пришел такой, так вот появились, это, Евгений, на тебе мешок на спину, иди, так, картошку защи. Ну какие бремя-то, в чем заповеди есть? Христос говорит, а ты должен исполнять, тебе это тяжело, нелегко. А он говорит, бремя мое легко и заповеди опять. Прочитаю, прочитаю. В Библии. Да, давай прощем, действительно. Действительно прощем. То есть, многие-то, видишь, уже верующие говорят, что, о, да ты ничего не рожден, креста опознаем, ты любовь сели, ты будешь себя к любителям. Вот, глядите. Все предано мне, отцем моим. 11 глава Матфея, 27 стиха. И никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть. А что открыть-то? 28 стих. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. 30 стих. Иго моё благо и время моё легко. Иго. Иго, Евангелие. Евангелие Христово. И заповеди. А что еще есть? Ну, что ты другое-то придумаешь, скажи мне? Поэтому ты, когда говорят, законник, ты говоришь, а что плохого в законнике? Скажите, не в законнике плохо, а в не исполнении закона. В исполнении, да. Ну, конечно, они, почему баптисты, аж кипят, когда скажешь, а что нужно, чтобы спастись? Ты исполнил закон Христов. О, законники, ой, законники. А ты, скажешь, так, а любовь есть исполнение закона? А ты как закон любви хочешь исполнить? Закон любви, он исполняется исполнением закона, а исполнение закона без веры невозможно. И поэтому вы хотите мне сказать о вере? Конечно, я верующий. Я поэтому исполняю, что я верующий. А если бы я не буду верующим, и мне тогда исполнять нечего, зачем? Какой смысл? И главное, как ты будешь жить-то? И здесь кипер мертвого Христа, давай. Юноша подошел ко Христу. Что мне сделать, чтобы он ослежил жизнь вечно? Да, Христос, да, перечисляет ему самовыния, действительно. Хорошо, видишь, брат, два хорошо, один хорошо, два-то еще лучше, а три вообще здорово. Брат, видишь, как. Да, тут надо просто найтись, надо знать Священное Писание и желание ответить этому человеку. Ну, они, видишь, бывают, прям на храпом берут, авторитетом и так далее. Я говорю, что ты, кто, я там, уже там, видишь, Библию ношу ее там самой все время. Да, он говорит, первое Коринфянам от Павла, 13 главу прочитать. Я говорю, а почему вы 13-ю берете, а 11-ю не берете? Так, первое, а, это, вот сейчас скажу, 13-10 и вам к римлянам послание. Об этом и говорит, любовь из исполнения закона. Римлянам 13-10. Начинается с того, что, с 13-го, я говорю, почему-то здесь все-то не берете слова. Ну, да. Целиком, а вытираете какие-то цитаты? Да, ну, так и о вере мы, и о вере тоже мы скажем. О вере, конечно, вера есть. А ты, если возьмешь даже 1-й Коринфянам 13-го, выводите слова, которые говорили там о любви, любовь переносит, не носит зла, тогда надо еще все разъяснить. Да, конечно. Каждое слово. Нет, да. А я сразу беру толкование, они говорят, а что это надо? Оно все покрывает, любовь все покрывает. Да, все покрывает. А что, как все? Всему верит, всему верит еще. Всему верит. Так ты должен мне верить, все, я тебе сказал, ты верит. Ай, ребята, о чем вы говорите, вы не понимаете, это любовь во мне. Вот эта любовь, и все написано, это во мне она, во мне. Это не вам она дана, а она во мне лично. И теперь эта любовь мне дает понять, верить тебе и как верить. Ты мне можешь говорить ложь, а я буду тебя любя, верить тебе. Я знаю, ты мне лжешь, это тоже вера. Я знаю, ты просто не лжешь. Любовь. А почему? По любви я тебя приму, я тебя не убью, ничего, а я буду тебя обличать. Я буду тебя крайне осторожно обличать. Я не скажу, что ты тут мне врешь, все. Я тебе крайне осторожно скажу по слову Божьему. Каким ты должен быть, каким мы должны быть, каким нас Господь хочет видеть. Зачем нам вот то, что ты сейчас говоришь, неправду эту? Нам нужна истина. Истина она вот в чем. Истина есть Христос. А Христос вот что нам даровал. У нас еще есть и Ветхий Завет, не только Новый Завет. Они тогда начинают уже. А зачем это апостол Павел? Зачем этот Ветхий Завет? Да это же апостол Павел всего лишь, а не Христос. То есть до этого доходят уже сектанты. Так смотри, что говорят. Зачем нам Ветхий Завет это было когда? А потом танцы подтверждают. А Давид же. Я говорю, а Давид откуда? Свет откуда? А что вы говорите, Давид, берите Светского Завета, да? А остальное все писание, не берите закон. Сыпятся. Я говорю, я просто, ты что хочешь? Я говорю, просто не хочу, чтобы ты заблудился, чтобы ты шел правильными путями Господними. А ты что, Бог что ли, чтобы... Да он не танцевал же, Давид-то, в том плане, в котором сейчас показывают танцы. Он играл и одновременно рядом скакал от радости, показывал радость. Он показывал радость, любовь ко Христу. И у нас этого нет, потому что у нас такая вера, что мы не скачем от радости. А есть люди скачут от радости прям. А, девчонки особенно там какие-нибудь, что-то там узнали такие. А, скачут прям вот такие радостные. Это безумная скачка. А он, когда как чек Божий несли. Вам это вообще не понять. Если вы говорите о каких-то, что Христос танцевал, а теперь мы просто там где-то будем танцевать. Безумные слова ваши, безумные. Ну, а когда касается икон, тоже доказательства икон. Они точно так же. Ну, это же все в ветке завета. А когда начнется... 20-я глава. Да, и прямой, тут же исход 20-ю главу. Да. А мы берем исхода 25-ю главу. Ну. Тут же. Исхода. Исхода 20-я глава нам говорит. Сейчас. Вот. Вот говорит. Не делай себе кумира и никакого изображения того. В одной строчке. Глядя. Не делай себе кумира и никакого изображения того. Нет, нету такого, что не делай себе кумира и никакого изображения, запятая. Нет. А написано. И никакого изображения того. А теперь запятая. А теперь какого того? Что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящий их меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающих заповеди мои. То есть слово «того» написано. Что? Слово «Луна» там сойдет. Да, да, да. А теперь нужно то, что есть и что можно облаготворить. Вот о чем речь-то идет. А теперь дальше. Двадцать пятую главу глядей. Не сотворить, тут уже сказали, да? Сход двадцать пятая. Теперь исход двадцать пятая. Вот, тут еще меньше даже. Вот, чуть-чуть. Двадцать пятая глава говорит. «Сделай ковчег из дерева сетим». Длина такая-то, высота такая-то. И вылей для него четыре кольца золотых утвердительно. И дальше тринадцатый стих. «Сделай из дерева сетим шесты, обложи и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай так же крышку из чистого золота». Длина такая-то. И восемнадцатый стих. «И сделай из золота». Ну, сейчас понятно, все делается, делается, делается. Мы видим шестые, да, стали. Ящик такой, обложенный золотом, да? Мы же все это видим, оно делается. И восемнадцатый стих. «Сделай». То есть, опять это слово «сделай». Не «вообрази» написано. Не «о мысли». А опять идет слово «сделай». То есть, руками, да. Руками ты должен сделать. У тебя-то это понятно, ты этим занимаешься. Ты же делаешь тоже. «Сделай из золота двух херувимов чеканной работы. Сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одной у края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку. А лицами своими будут друг к другу крышки. Будут лица херувимов. И положи крышку наверх ко в черепе. Сделай херувимы. А херувимы – это изображение, скульптура ангелов. А они вообще как выглядят? Ангелы. Ну да, но как вы видели там ангелов, они выглядят как в человеке. Их так и сделали, как в человеке. То есть два человеческих фигуры, две, с крыльями, верхово так вот, которые покрывают крышку, один и другой. И лица крышки, друг к другу и крышки, то есть они вниз наклоняются. Но они не похороняются. Они молятся. А, молятся. Ну, не молятся, а молятся. У них не молитва, а восхваление называется. Это мы молимся. Поклонение. И они поклонение. Вот так на ковчеге, вот они вот так вот. Как там крылья, вот так они. Ну, над крышкой явно, что покрывают крышку, написано крылья. И с другой стороны тот. И вот так вот они. Они вот так вот, стоя они были, или на коленях, рисуют всегда на коленях их. Ну, то есть они поклоняются Господу. Как бы, ну, логично. Ну, другой момент, что там херуины, они вообще шести. Шестикрылый серофим. Да, серофим. Что, ну, раз они в человеческом обличии, значит они должны как поклонение показать, что кланяются. То есть вот так вот. И они всегда на коленях видел. Редко стоящими. А так обычно. Вот они такими были. А эти херуины, их можно обожествить херуин? Да нет, конечно. А почему? Ну, обожествляют ангелов. Так как не обожествить? И ангелов обожествляют тоже. Это нормально? Обожествлять, да? Это не нормально, но язычники кого только не обожествят. Так можно и столб обожествлять. Да. И значит, получается так, что раз их можно обожествлять, то ангелы эти, тогда им никак нельзя эти скульптуры было делать. Не сотвори нас. Если мы тоже правду не будем нести, то и не. Не сотвори. То есть Господь в одном месте сказал, что не сотвори себе богов, как ты будешь поклоняться. А в другом месте говорит, сотвори, сделай то, чему будут люди поклоняться, как подобию этому. То есть видите, ангелы поклоняются. Для чего изображение ангелов? Ангелы склонились пред Богом. И вы точно так же склонялись. А там получается вот это ковчаг? Да. А в ковчаге стержали описание, да? Слово Божие. Слово Божие. Они склонились над Словом Божиим. Манна небесная. Ефор. Манна небесная. То есть получается, склонились они над Словом Божиим. И мы должны так же. И расцветший жезл ааронов прозябший. С плодами миндалинами. С миндалем прозябший. Расцветший. Там он лежал всегда цветущий жезл ааронов. В этой крышке. Столетия, тысячелетия проходили. А он там все лежал в двадцать лет. И каждый это мог узнать. Что там это лежит. То есть это было Слово Божие. Христос. Это был хлеб жизни. Христос. Манна небесная. Это был жезл прозябший. Ааронов. Вечно зеленеющий. Это Дух Святой. Утешитель, да. От Него все расцветает. И то же самое и сам же Христос. Он и Троица. То есть все, да. Троица. Все это в ковчеге. А ковчег это, представь, Богородица. Вера. Наша вера. Богородица, она с собой подразумевает нашу человеческую веру в Господа. Мы так верим в Господа, что принимаем его в себя. И поэтому мы говорим, что Дух Божий во мне. Говорит апостол Павел. А я думаю, и во мне есть Дух Божий. Вот до такой степени у нас любовь к Господу, что мы желаем, чтобы Он в нас прибыл. Так Бог же попалит тебя. Раньше говорили, я увидела Бога, а все, смерть мне. Жена Мануэ, когда увидела, Самсонова мать. Увидела, когда я увидела, а мне теперь смерть. А он говорит, не бойтесь, не бойтесь. Смотрите на меня, я же не Господь Бог, я ангел явился. Не умрете. И Господь тоже так говорит, ты не умрешь, не бойся. Сам Господь уже говорит. Потому что Господь выбирает, когда умирает. Не то, что ты кого-то увидел или не увидел. И самое главное, это вот здесь вот это понять. Вот это вот читаешь, а ты не понимаешь. А потом, когда люди объясняют, начинают, и ты начинаешь понимать, прозревать. Да, я думаю, что... Когда читаешь, то ты чего-то... Прочитал и прочитал. Так почему мы и говорим, что не просто Библию нужно читать, а нужно читать ее с толкованием святых отцов и с рассуждением. Как это относится к тебе? Ну, они... В принципе... Неиме 8.8 об этом говорит. Считал слова все. Они же живые. Слово живой Бог. Да. Но проникает и как меч обоюдоострим. Вот еще дальше. Ну, созвучное тут уже все остальное. Четвертое. Твердо ли обещаться исполнять написанное в Библии? Каноны соборов. Тебе каноны надо, книга, правил. Устав нашей общины. Церковную дисциплину в 12 пунктах. Не 12, не 16 сейчас. И 10 дополнительных. Прочитал? Ты прочитал? Да, да, да. Все. Принимаешь все? Конечно, а как? У меня нет выбора. Почему нет? У тебя выбор есть. Сказать, что я вот это не принимаю. Давайте поговорим. Мы поговорим, а ты. А, вот почему. Я понял все. То есть, а если ты все принял? Вот я все сразу принял. Во-первых, о поисках. У меня сомнений никакого нет. О поисках. Я очень внимательно смотрел всегда фильмы. Я очень любил смотреть фильмы. Их мало было. И поэтому на хорошие фильмы, именно нехорошие, я их не понимал, какие хорошие, какие нехорошие. Ходил часто. И еще в 60-х годах люди ходили в ремешки были. Ремешки. Такие тоненькие ремешки. У членов правительства. То есть, вот это поисание, это нормальное было всегда. Еще до 60-го года. А потом начали уходить, уходить. Брежнев придумал пиджаки вот эти там и так далее. Все, мода это рубахи на выпуск не стало. Потом я смотрел, в годах 80-х появились индийские рубахи на выпуск. С такими вот, вот так вот. Видел? Вот такие. Они такие пакистанские. Вот такие были прямые. Вот такие. Рисунки такие. Да, да, да. Голубо-желтенькие такие. И они носились на выпуск. Они длинные были такие. Ну, как сорочки. Да, как сорочки. И когда я увидел, как идет человек, а мы все же в себя заталкивали. Поближе к помидорам. Чтобы одни их созвездили. Ну, да. По-немецки, говорит Игнатий Иванович. У нас так электронный свой. Лицейка заправит. У нас тут такой бум. Как музыка появляется. А я уже тогда отвык от этого. И потом мы начали ходить. А я знал пословицу, что распоясался. Распоясался, как хулиган. Пословица была в улице. Как хулиган распоясался. Вот так говорили там бабушки нам еще. Распоясался. Ну, почему распоясался? Почему распоясался? И когда мне тут Игнатий все это рассказал. У меня все сложилось сразу. Я понял. Да, конечно. Что там говоришь. Ну, где в это раз. Мы распоясались. В Толстовом фильм там был. Когда он генерал-то там ходит. Это не генерал, это генерал-виктор. У него нет ремня, и он распоясан. Он распоясался. А все, вон у него рубаха на выпуск, а поиска-то нет. А на следующее утро. Распоясался. Вот, я вот это запомнил. Ну, то есть, вот такие. Вот эти все мелочи у меня в голове всегда откладывались. Там, допустим, вот говорят, что нет, там, Сталин не хотел нападать в Советский Союз миролюбивое государство. И так далее. 39-й год, фильм «Танкисты». Посмотрите. 39-й год, фильм «Танкисты». Простой фильм. Если я не скажу, никто даже и не подумает. Ну, почти никто. А там конкретно называются немцы. Конкретно враги наши называются немцы. Но это было еще. Фильм сняли перед августом, когда 20... Сейчас скажу, какого. 19-го августа на преображение Господня был подписан пакт Рибертропа-Молотова, называется он, о союзе фашистской Германии и Советского Союза. Какой год? 19-й августа 1939-го года. И этот пакт развязал руки Советскому Союзу. А они, как только 1-го сентября фашисты пересекли границу с Польшей, 17-го сентября наши захватили половину Польши. Большую даже половину Польши. Ну, советские войска подошли. А потом это дало им власть. Они оккупировали без единого выстрела Литву, Латвию, Эстонию. И хотели также оккупировать Финляндию, но у них не получилось. И 30-го ноября 1939-го года началась, называется, Зимняя война. Советско-финская война. То есть первые напали, конечно, Советы, это естественно. Они отодвинули границу на 160 километров потом. И вот все вот это вот я откладывал помаленьку. А все нам говорили, да как же там. Там уже говорили, как будут воевать. Танки, там, быстрое продвижение, там, вперед. Немцев показывают на конях. Немцы на конях, конечно, машина на танках. И я смотрю, думаю, ребята, вы. Осталось всего-навсего два года до того, как все будет с точностью, да наоборот, даже хуже. Вы будете на деревянных лошадках скакать по дорогам, а фашисты вас будут танками давить. Балбесы советские. Растерзаем всех, запугаем. Песни там такие. Очень полезный фильм. Посмотреть тем, кто не верит, к чему готовился Советский Союз. А 2015 какого года? 1939 год. Фильм-то снял. 1939 год. Он в 1939 году снимался? Да. Его показывали в советское время? Конечно. Его показывали в то время. Почему он наши отцы не соображали? Они же смотрели. Есть еще раз я хочу сказать. Камыленные мозги? Есть тебе хочу сказать еще один такой момент, когда все люди смеются над тобой. Именно только тогда. Вот посмотри, больше никогда не смеются. Вот так не потешаются, надымясь тихом, чем. Когда он говорит о призвании. О призвании? О призвании. О призвании от Бога. Тебя, лично тебя. Не всех там скопом. Не христианам там, не общему. А именно лично тебя. И все начинают. Да ты кто такой? Ты кто такой? Как тебе Бог призвать? Путина мог призвать. Он там такой. Жукова мог призвать. Сталина там. Они нам для вашей страны сделали. Бог там, ну что, дурак что ли? Он все видит? Бог тебе википка. А тут какой-то сын пастуха. Довица. 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 Сержа под Молосу показал, да? А где он? А Молос, да? Сын пастуха у нас. Беклейский. Да, тоже. Сын пастуха. Сказал, он довица рука. Вот он. Да? А он так был. А Господь не спрашивает у тебя, вахлака, кому ему избрать. Он берет и избирает. Вот так вот. И да, избрал. Избрал, знаете, Тихоныча, который рассказал всем правду о Христе, о том, как нужно веровать и так далее. Поэтому, поэтому мы и здесь находимся. Что-то в водички пошел? А то, конечно, сразу говорят, о, ты что, святой, что ли? Да, 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 да. Вот это ты избрал. Вот это ты и услышишь. А еще это, скажи, от Духа Святого рождение. Как это и есть все. Так вот, сейчас не смеяться начнем по полной программе. Ну, у меня сейчас, слава Богу, мама начала понимать, прочитала. Вот, говорит, реально, все. В ней все перевернулось. Она говорит, я, говорит, вообще у меня нервы, и все пошлопнулось. Я говорю, стой. О, это не то уже. Агроман, стой. Нет, она поняла, она приняла. Нет, это неплохо. То есть, человек неравнодушный. Это очень хорошо. А теперь, да. Отец, ты зря. Мы же от тебя так вынесли. Ты там, телевизор, грубин, там, унарёв. У нас тут цена съемки 9-го. В какого возраста? В 39-го. Отец родился тогда, как раз, когда этот фильм вышел на экраны. Танкисты. У меня мама на 8-е. Барше. Знаешь, вот я сейчас. Да. Она все время думала, что это свечки, это записки, это батюшка. Ну, все, да. Поцеловать ручку, все, знаешь, благословение. А кто по-другому-то думал? А здесь она сейчас прочитала, как благословение. Бам, там философии вообще нет. Там чистая правда. Философия – это любовь к слову. В принципе, нас можно назвать, конечно, философами всех. Если ты любишь слово, действительно, и ты докажешь, что ты его любишь. Но ты попробуй докажи. Потому что от себя тебе надо молотить, каждый может языком. А ты попробуй теперь через дела показать. Сергей Павлович часто любит говорить. Кто через тебя пришел? Кто через тебя пришел? Ну, брат ты мой. А все сидят такие, там, ну, и никто не спрашивает. Сергей Павлович, мы спросим тебя, кто через тебя пришел? А посмотри еще у него вопрос. Поэтому такой вопрос риторический. Господь говорит, поливающий, сеющий есть ничто, а все Бог возвращающий. Возвращающий, да, поливающий. Бог возвращающий. А ты можешь поливать, сеять. А где они, от кого пришли? Кто там духовный отец? Игнатий Тихонович Лапкин, Игорь Третьяков или Владимир Пашенко. Пускай они будут хоть от кого. Главное, с ними трудиться. Вот от кого ты пришел? Кто знает. Мы все трудимся над тобой. Все молятся за тебя, переживают. Кто-то ближе, как мы. А кто-то далеко. Они тоже молятся. Почему? Все трудятся. Мы сеем. А кто-то там поливает молитвы. А мы тут сеем слово. А ничего не будет, если Бог возвращающий не даст. Там вон слово возвращающий написано. Возвращающий. Ну возвращающий. Ну возвращающий. 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 Ну так. А может же в любом случае это быть. Ты даже увидел этот шилдик. Не курим. Раз слово сказал. Оно уже там начинает. Ну да. Мы же не знаем, как там дальше действовать. Игнатий Тихонович поэтому говорит. Вы главное трудитесь. Не забрасывайте. А у нас такое было. Ваши предусмотрены. Мы тут как-то ходили с сестрами. Столько ходили. И ни одного человека. И вдруг приходит Александра Михайловна. Почему? Игнатий Тихонович пошел с Татьяной Кузьминичной. Она услышала. И пришла на занятия. И вот Александра Михайловна сейчас до сих пор ходит. Прямо она конкретно. Мы ходили по домам, по квартирам. Она наш свидетель, что мы ходили. А другие свидетели приходят, которые по улице. А ты свидетель через интернет. Свидетель. Да, у меня был этот кто? Дубльгиз. Я в Дубльгиз попал. Так не только ты. У тебя и супруга. С мамой ты уже беседуешь. Отец уже этому подвергается. Уже Елисей маленький. А там, видишь, и малышка разрастет тоже. Ее вообще интересно. Она в платках должна быть, в юбках там и так далее. С девочкой намного сложнее. Пасаненок все. Один поясок и все. И ходит он там до 17 лет, пока борода не начнет. Папа. Чего поборолся, что бороду нет, не спасет. Смотри. Пошла? Слава Богу, да? Да, слава Богу. У меня вот отец, мама тоже, он не хотел бриться все. А мама говорит, ну и не брейся. И он все, она ухаживала за его бородой. Все, сейчас я вам море буду. Вот я говорю вчера, после баня, раз их подыгрызал. Ему папа, слава Богу. Ну, надо беседовать и не побеждать никогда. Я не побеждал. Ну, стараться все. Давай на сегодня мы, наверное, обдумаем все этот момент. Попробуй там почитать вот это место. И все. Дело в том, что тебе как бы легко, ты понимаешь, ты что не прочтешь? У тебя каждое слово к спасению отца. А он читает, читает. И у него только в контур. В контур. Как бы тебя победить? Как бы все разрушить, что ты где там находишься? Ему не просто сложно, ему архи сложно. Человек надрываться начинает. И в конечном итоге Господь сжалится, он бывает над ним. Сжалится. И даст ему умиротворение в сердце. Ведь убивать и помиловать. Разные вещи тебе автомат надо взять. Обдумать. Пулю загнать. Прицелиться. Совесть свою. Совесть еще покорюшить. Как люди рыгают, когда первый раз убьют человека. Или даже увидят мертвого. Вот от этого запаха всего. От того, что сделал. И от совести изблюет все, что здесь. А это не внутреннее извержение, а не внешнее, а внутреннее. Вот здесь оно, это извержение. Или тебе просто тебя убили, и ты уже ничего не знаешь. Или тут тебе нужно с трупами потом возиться, закапывать. Сколько сумасшедших было эссерсовцев, сколько НКВДшников. Фильмчике смотрел? Да, да, да. НКВДшник. Все, загнулся. Ну ты поделай такое. Да еще каждый день целенаправленно. С этими сводочками, да с какими-то там умозаключениями дурацкими. Ты убивай тут же, и тут же какие-то умозаключения. Ну что-то показали, да. И потом раз, и они все такие, они все с ума сходили, или от раков убирали. Там страшно. И то же самое у эссерсовцев. Гиммлер приехал в Советский Союз в 41-м году к зондеркомандам. И проехал по зондеркомандам, которые проводили акции в деревнях. Расстреливали, выявляли там партийных работников, там все. Ну кто неугодный был режиму с фашистскому, вы расстреливали. И ему прислали записку, сказали, что наши ребята сходят с ума. И он поехал, что как сходят с ума. И он посмотрел, как это все происходит. И он понял почему. И сказал, расстрелы прекрати. Нам очень дороги наши кадры. Придумай что-то другое. И придумали циклом В. Знаешь что такое? Газ. Газ, который умершает в людей. Просто людей садят в такую каталажку, закрытую, как хлебовозка. И поехали. И баллончик чик открыли. И туда пошел газ. Пока проехали там круг. Все трупы заехали куда-то. Раз, выгрузили трупы. Никто никого не убивал. Люди умершие. Что они умершие, непонятно. Дырок нету, крови нету. Мозги не текут. Человеку очень важно. Зрение тоже. И запах. А тут все свеженькие лежат. Закопали. И совесть чиста. Хорошо. Ручки умыты. А чекисты до последнего так не делали. ЛКВДшники. Они расстреливали, расстреливали, расстреливали. Этот. Начал читать красный киров? Да. По щиколоткам. Мозги и кровь. Колокол. Плюм. Башка в дребезге. А потом этот труп тащить. Вот а что будет с тобой? Ты насмотришься на это и что? Никто не знает. А узнали. Тебя ждет дурдом. Потому что совесть человека не выдерживает. Внутреннее состояние не выдерживает. Ты или просто станешь сатаной, прям под ручку с ним. А это невозможно. Либо просто ты тронешься ум. И поэтому они там никто долго не выдерживали. Их там первых этих всех последних расстрелял Сталин в 36-м году. К стенке поставил. Потому что они были как бесы. Это есть такая книга, называется «Кардинал». Как же он называется? «Серый кардинал»? Этот написал Мишин, кажется. И там это такое есть, как бы такое описание, что Сталин боялся, чтобы как раз вот эти вот ленинисты, они так же не свет для его тоже не убили. Потому что у них уже в крови вот эта демонизация была. То есть убийство человека. Ну вот такое, представишь, определение. Как бы Сталин сам в этом сильно не участвовал. А вот эти чекисты, все, кто расстрелил, и у них уже демонизация вошла, он должен убить. А кого убить ему? Он уже без этого не может. Да, без этого не может. А его, допустим, ты останавливаешь. И он потом на тебя, на сверхстоящих. И в заговор, и все. И он, и вот этот серый кардинал, он его подвигал к тому, чтобы вот каких людей, как он, как ему целую теорию описывал. И Сталин их, короче, забирал и расстреливал. И потом всех, кто расстреливал, еще их тоже расстреливал, чтобы никого не осталось именно с этой демонизацией. Чтобы был новый народ. И уже в Красной Армии командующие были, они были те, которые были на низших должностях Красной Армии. Ну, здесь, там, не чекисты, а солдаты, которые в бою убивали, а не расстреливали людей просто так. Понимаешь? Ну, это, как бы, ну, это, как бы, теория. Ну, интересная такая, когда читаешь, что... Сейчас их же взрастили и их же потом уничтожили. Да, да, да. Как бы, как бы, получается такая инкубация, понимаешь? Страшная. Но это, когда задумаешься об этом, говоришь, да неужели Господи, что это не жизнь? Это, это до такой степени страшно, это чистый сатанизм. Ну, сейчас вот я читаю, Маркс и Сатана. Я никогда об этом вообще не думал, что Маркс, ну, атеист, понятно, но сатанист. Тем более, еще не знаю, да. А когда читать начал, думаю, а что я тут так удивляюсь-то? Ленин-то настоящий Сатана, его как-то другому назвать? Ну, просто так, ну, в общем можно назвать Сатана, там, демон, как-то еще. Но человек не может быть демоном. Да, не может, мы знаем это. Мы, как бы, это просто утрированно говорили. Но, однако, а тут оказывается секта целой, сатанисты, и они стали во главе этого учения марксизм-ленинизм, и он встал в нашей стране. Мы просто не знаем, до чего мы довели эту страну. До чего довели себя этих людей, которые вокруг нас. Почему вот у меня жена ездит за границу, и оттуда приезжает и говорит, я тебе хочу сказать, постоянно как приеду, вот этот контраст за границей, и у нас контраст уже в самолете. Какие люди за границей, какие здесь. Ты понимаешь? Нам Господь это оставил, чтобы мы увидели себя. И вот почему Феликс Разумовский выпустил этот документальный цикл революции. Кто мы? Кто мы? Мы себя не знаем. Как мы дошли до этого? Супер православная держава до сих пор святая Русь. Святая, святая. Когда она была святая? Скажите, да, тут сроки имена. А как тогда довели до того, что начали друг друга пожирать? Не просто кого-то там защищаться от фашистов. Тут ладно, можно как-то представить еще патриотизм, там чувства твоих родных, там убивают. Ну можно как-то представить. Но тут друг дружку-то кто тебя тянет-то за это? И причем не богатые и бедных, а бедные и богатых начали. Богатые и бедных притесняли тысячелетия. Ничего не случилось. Бедные как были, так и были. Их много стало, они расплодились. Но когда бедные взялись за богатых, за несколько лет от них ничего не осталось. Тут надо еще подумать, надо ли было им бедным за это браться. Лучше оставить богатых, все-таки больше населения стало. А культурные ценности наши и так далее, все, все, все разорвали. Это все от безбожия, от лютейшего безбожия. Все, брат. Ну что, получается, 75 лет? Да, 75 лет из нас искореняли Слово Божие. Причем не просто искореняли. Они просто, нам повезло, последнее слово, нам просто повезло, что сатана сам не знает, что с нами делать. Ему надо нас всех погубить. Для этого нужно развратить полностью. А когда начинает развращение, погубление, человек начинает очень качественно реагировать на спасение. Качественно. Не так, что, а, как-нибудь, когда-нибудь. А Слово Божие для него приобретает великое значение. Вот почему Господь и говорит, семя христианское есть мученичество. Это кровь христиан, мучеников. Понимаете? Пока не будет этих мучеников, нету. Игнат Тихонович себя делает мучеником еще при нормальной власти. Но тогда он действительно был мучеником. А сейчас он мучается так, живет, чтобы для того, чтобы доказать, что он истинный христианин. Он должен, например, врать. И поэтому только нас до конца Сатан не может разорвать. Потому что Господь нам дает это спасение. Слово Свое Святое. Которое, когда человек избранный начинает читать, предопределенный для спасения, это для него становится жизнью. Это воздух наш. Если бы тебе сказали, что лучше, ты будешь знать Гиблию, или будешь, приобретешь весь мир, ты должен сказать, не надо мне всего мира, дайте мне только Слово Божие. А этот Серафим Саровский говорит, даже если бы тебя червь точил тысячу лет, ты бы жил, и он постоянно бы тебя ел червь. Даже полная комната червей тебя ела бы сто лет. И то, никогда не отказывайся от Царства Небесного. Никогда. Понимаешь, до какой степени Царство Небесное выше всего, что тут самое есть позорное, самое страшное, самое болезненное. Господу нам всем слава. Благодарим тебя, Господи, за великие Твои милости к нам, грешным, недостойным. Благодарим тебя, Господи, что даровал ты нам Слово Твое Святое, путь, по которому мы идем. Господи, благодарим, что Ты есть самосущее добро, что нам не нужно никогда суислоить, что нам не нужно выбирать, потому что мы выбираем только Тебя всегда. Добрая, светлая, самая искренная. Благодарим Тебя, Господи, что Ты являешься нашим Учителем, нашим Отцом. Слава Тебе, Господь. Валей Тебе, Господь. Аминь. Аминь.